Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 мая 2016 года четверг По одному из старинных 38-й день месяца пассива на речении 7524-го лета четверик Обряд имя на речении, такова тема сегодняшнего нашего эфира Главный сведущий Сурьяр, здравия тебе, Сурьяр Здравия, Алексей, здравия всем, рады и всем Хорошо, и тема именно речения в школе родовой мудрости Наверное, возникла не случайно Почему ты в этот раз решил эту тему поднять? Ну, у нас, как сказать, то, что следит, наверное, за нашими эфирами За нашими беседами Он смотрит, что, по сути, у нас поступательное движение Возвратно поступательное в определенном смысле Потому что мы о чем-то говорим Потом тему стараемся развить На имеется в виду Как бы там идет состыковка Все-таки понятия, смыслов Те, о которых мы говорим И постепенно возвращаемся Потому что, насколько я знаю Там в одной из передач уже Ребята задавали вопрос По именам речения И по своему опыту Так как все-таки Обучение в очном режиме Тоже в общинах идет Когда по городам и детям Передвигается И достаточно часто Спрашивают А вот Мы там вот Не нарекались А эти нарекались А эти там нарекались И Понятно, что люди По-своему как-то хотят Понять В чем смысл Есть ли смысл вообще Им нарекаться Опять же То, что мы сегодня Как бы заявлено В материале Что мы будем Этот вопрос Рассматривать Есть ли смысл В том именно речении И каким образом Именно речение Там выводит нас На тот или иной путь В том В том родовом обычае В той традиции В которой мы В общем-то Все Стараемся пребывать Ну, по мере своего С одной стороны понимания Померить А со второй стороны Померить Своего отбор Просят в чате Поближе тебя к микрофону быть Потому что Как-то руками двигаешь Слышно А вот Когда говоришь То получается Как будто удаленно Он, наверное, повернулся Просто Нет, скорее всего Ты же К ноутбуку Включил Гарнитуру Да Вот когда ты двигаешь Вот когда ты двигаешь Руками То слышно Скорее всего Просто микрофон Не на гарнитуре У тебя работает Понял Понял Так Хорошо Ну Хорошо Давай Буду уточнять По ходу И будем настраиваться По громкости Вот Скажи, пожалуйста Ты правильно ответил То, что Некоторые не понимают Смысла именно речения И, наверное, с этого надо начать Что же такое Именно речение И для чего оно нужно Что Недостаточно Того имени Которое мама с папой В свое время Дали ребенку Что Вот так прям Все очень Сложно И серьезно В этой жизни Что без Специального прохождения Именно речения Жить Невозможно Ну У нас даже В нашей нынешней Как бы Социальной системе В которой мы живем У нас У каждого У нас По большому счету Есть три имени Да Это имя То, которым Тебя зовут Величают Потом Имя твоего отца Оно же включено И имя твоей фамилии Вот По большому счету И все эти три имени Присутствуют И Собственно говоря Сама по себе Культура Подразумевает Что Каждый человек Несет себе Достаточно Четкое описание Того Того места Того времени Того Рода Которого Он происходит Но Это было Так раньше А сейчас Так как Собственно говоря Выбор имен С одной стороны Кажется Достаточно Большой А с другой Стороны Он ограничен Определенным Количеством Ну и Как Берут их Как говорится И связь То есть Из Священных Так называемых Питаний Церковных Ну они Прижились Но Слава богам В общем-то Сохранились И наши Старые имена Достаточно Много Владиславов Владимиров Которые И Станиславов И Вячеславов Которые Собственно говоря Идут Со стародавних Времен Просто Раньше Эти имена Двусложные Они были Достаточно Громкие Звонкие А сейчас Точно так же Используются На Бытовом Уровне И в общем-то Свою смысловое Составляющее Они особо Не несут И в этом Наверное Достаточно Большая проблема По поводу То Когда Вообщинах Спрашивают Я По сути Мы Имеем Посвящение Я не Имею Для себя Все Мы Которые Стремятся К постижению Пребывания Или Жизни По родовому Обычаю По мере Возрастания В обычае Там Возникает Посвящение Просто Они возникают Где-то Естественным Образом Где-то С помощью Тех людей Которые Двигаются По Скажем Пути Родового Обыча Несколько Впереди Чем Большая часть Потому что Нас нет Скажем Как В других Разных Конфейских Потребников Но просто Подразумевается Что Как В самой Традиции Кто-то Умеет Хорошо Прыгать Горски Кто-то Хорошо Строит Дома А кто-то В общем-то Старается Постичь Устройство Наших небес И Те силы Которые Наполняются По большому Учету Если Мне Там Надо Будет Построить Дом Я Поищу Того Который Человек Построил Не один Дом И Я Приду К нему Задам Вопрос Получу Надеюсь Хороший Ответ И Пополнить Своё Знание В отношении Этого И Точно Так же Когда Людям Надо Проходить Куда-то Вперед По Сиде Духа По Сиде Своего Душевного Духовного Развития Они В общем Да Точно Так же Как я Говорю Стараются Найти Того Человека Или Того Наставника Который В этом Деле Светлась Желательно Чтобы Была Какая Возможность Все-таки Разобраться С тем Насколько Компетентен Наставляющий В данном Случе Потому Что Как Показывает Практика Не Думали Тут Недавно Отдавая Сюда Очень Много Людей Заявляют О Неком Своем Понимании Знаний Но На проверку Оказывается Либо Они Это Собрали Где-то Из книг Из книг Как-то Скомпилировали Или Еще Там Из какого Либо Источника И При Попытке Попытаться Так В более Глубокое Состояние Изложений Вести Чтобы Они Как-то Раскрылись Более Честные Оказывается Что По большому Чету И Взять Там Нечего Ну Хорошо Если Это Удалось Выяснить Сразу Поэтому Для Всех Розовичей Всегда Но По большому Счету Я Уже В одной Из Десед Упоминал Что Насколько Я Помню Витогорский Хлебов Как-то Упоминал Извер Индийских Как Как Определять Истинного Натальника По большому Счету Это Неплохая Формула И Она Не Кто-то Имеет Право Но Она Дает Возможность Человеку Определиться Вот И Поэтому Что Касается Именно Лечения Это Я Как Говорю Это По большому Счету В том Обычай Которому Следую Я Он По большому Счету Не Отличается От Тех Которые С Большинством Но Смысл Такой Первое Для Вас Вот Вы Слышали Что Где-то Родовой Обычай И Как Заинтересовались Второе Это Когда Вы Стали Что-то Изучать И Как Вы Пройти Ситуацию И Более Четко Вы Слышать Что Себя Представляет Наша Родовая Обычка И Когда Вы Поняли Что Это Ваше И У вас Случилось Почему Мы Когда Недавно Разбирали Уровни Веры Сейчас Я Чуть Чуть Сделаю Заработновку Чтобы Повторение Мати Чей То У нас На уровне Первом У человека Возникает Доверие И Он Начинает Приближаться К Родовому Обычаю Когда Немного Доверие Возрастает Поднимается Выше По Своему Качеству Человек Начинает Обретать Уливерсеренность В том Что он На правильном Пути По Большому Счету Точно Так же Подсвещения Они Возникают Сначала Ты Имеешь Некое Доверие И Начинаешь Постигать Потом Когда Ты Видишь Что В этом Есть Смысл И Видишь Тех Людей Которые Не Являешься Неким Уникальным Там Или Наоборот Выполншим Реальностью Что Есть Достаточно Большое Количество Людей Которые Идут Этим Жив Путем И Тогда Появляется Второй Уровень 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 По Большому Счету На Этом Уровне Уже Человек Испытывает Некое Наверное Внутреннее Некую Внутреннюю Потребность В том Чтобы Приобщиться К Большей Мере И Знаковым Действием Для Этого Является Прохождение Обряда Лечения Обряды В разных Местах Проходят По-разному Собственно Говоря Многие Обряды Видел Как они Проходят Мы Тоже Этого Момента Коснемся Чтобы Люди Не С одной Стороны Не пугались Там Вот Там Видели Такой Обряд Там Такой Там Другой По Большому Счету Не Тут Важна Конечно Некая Внешняя Форма Обряда Но Значительно Важнее Все-таки Кто Где И Каким Образом Производит Обряд Сотворяет Обряд Именно Лечения Таким Образом Алифей Понятно Ну Хорошо Что же Все-таки Дает Этот Обряд Именно Лечения Ты говоришь Это Некое Своего Рода Посвящение Получается А что Без Этого Посвящения Человеку Невозможно Жить Невозможно Существовать На этом Свете Прямо Чуть Не Провокация Вопрос А как Ты Хотел А как Ты Хотел Ну Как Ты Видишь Многие Живут И Продолжают Жить Здравствовать Но Вопрос Другом А можно Лучше Вот И тут Возникает Ответ Очевидно Да Поэтому Мы Сейчас Потихоньку Будем Разворачивать Этот Вопрос Именно Что Он Дает Зачем Он Ножен И Для Чего Значит Просто Те Имена Которые Даны Нам Родителями Естественно Эти имена Имеют Право На Существование К них Есть Твой Достаточно Большой Смысл Ну По крайней Мере Для наших Родителей Потому Что Они Бывают Сурьяр Ты там Опять Отдалился От микрофона Наглонись Ближе к микрофону Руки Слышно Что-то Ими Что-то Движешь Вот Я переставил Ноутбук Просто Сейчас Слышно Нормально Вот Когда ты Ближе К ноутбуку То Что-то Слышно Когда ты Удаляешься То Теряется Все Будет Музыкальная Пауза Я переключу Хорошо Подстроимся Там Да Хорошо Ну Вот Поэтому Я говорю Что Смысл В том Что Имена Которые Дали нам Родители Наши Ближние К нам Предки Конечно Они Имеют Смысл Но Вопрос Немножко В другом То Что Мы Постоянно Используем В наших Беседах В наших Разговорах Термин Небеса Но Никто Никогда Ну Как бы Особо Не задумывается Небеса И небеса Хорошо Он Поднял Глаза Свои В гору И увидел Небо И небеса Там В большом Учете Для человека Нет развлечений Но Когда мы Говорим Небеса Мы говорим Вот Эта Многослойность Нашего События Земли И небес Мы Находимся В одном Слове Назовем Его Явным Миром Как Обычно И Достаточно Большое Количество Существ Не явного мира Там Навный мир Мир Светлой Нави Серой Нави И Собственно На каждом Этаже Живет Какое-то Количество Существ И мы Со всеми Существами В той Или Иной Степени Существуем И Издревле Известно В общем-то Хорошее Правило Среди Людей Которые Взаимодействуют С друг С другом Посредством Сил Те Которые Обращаются К силам Если Вы Знаете Имя Бога Значит Вы Всегда Сможете Его Позвать Если Там Обрыв В связи Сможете Его Призвать Собственно Говоря В любой Ситуации Поэтому Когда Мы Употребляем Термин Или Слово Бог Подразумевает Это Некое Общее Название Но Это Не Определение Того Той Или Иной Силы Вот А Сама По Себе Традиция Она Говорит Что Все В Мире Во Всемире Порожденном Родом И Проявленном Рассветом Имеет Своё Имя Имеет Своё Название И Собственно Говорят С момента Проявления Исконного Эти Все Имена Где-то Существуют И По Этим Именам Все Сущности Друг Друга Знают И Находят И Разница Между Тем Именем Которые Нам Были Даны Нашими Родителями И Тем Именем Которое Мы Можем Обрести Во время Обряда Именно Лечение Она Конечно Колоссальная Почему Потому Что Это Имя Вот Только Короткое Да Это Имя Малое Первое Которое Назвали Родители Оно Не Является Ни Вообще Никакой Филипикации И Собственно Горя Если Вы Встречаетесь Обрыв Связи Ты Начал Рассказывать Про Родительское Имя Которое Родители И Потом После Отключение Было Это Самое И Соответственно С Этим Именем Вот Я говорю Встречаются Просто Люди Один Другого Спрашивают Ну Как Поживает Серега Он Говорит Какой Серега Ну Вот Такой Ну Там Еще Надо Дать Несколько Уточнений Как Минимум Для Того Чтобы Люди Там Долго Не Видели И По Большому Чету Могут Не Четко Представлять О Ком Идет Разговор Вот И А Что Касается Того Имени Которое Мы Получаем По Согласно Нашей Традице Согласно Родовому Обычаю Подразумевается Что При Достижении Определенного Возраста Большая часть Качеств Человеки Которые Он Несет По Жизни И Собственно Гряз Этими Качествами Он Несет Вечности И Здесь Определяется Его Достаточно Четко Индивидуально И Если Тот Обряд Одей Как Правило Это Уровень Все-таки Ведающего Обряда Дея Потому Что Иначе Это Тоже Превращается В Определенную Пропанацию Почему Мы Опять же К этому Возвратимся И Поговорим Он Видит Ход Человека Видит Не Глядя На него В глаза Или Глядя На Как Он Выглядит На Его Духовную Сущность На Его Сот И Этот Сот Имеет Уже Своё Имя И Если Уровень Ведовства Позволяет Увидеть Значит Значит Обряд Именно Лечение Как Правило Проходит Успешно И Приживается Очень Крепко И Хорошо Человек Какой-то Момент Перестаёт Себя Отделять По Самому Ходу Обряда По Движениям После Обряда Мы Об этом Тоже Поговорим Почему Потому Что Видел Достаточно Много Людей Которые Приезжают На Праздники Или Ещё Подавшись Этому Общему Веселью Общему Хороводу Видя Что Что-то Проходит Обряд Движениям Нельзя Ли Нам Час Для Вас Это Будет Неправильно Потому Что Вы Не В Состоянии Будете Оценить При Том Что Там Выйдет На Вас Правильное Имя Оно Проявится И Вы Вряд Сморете Его Сейчас Полноценный Принять Потому Что Вы Только Пытает Приобщиться С Вы Не Знаете В Чем Она Подключается Вы Не Знаете Не Знаете Нужна Ли Она Вам А Как бы Обращаться Собственно Горя К Силе Не Имея На То Достаточно Серьезных Оснований Это Чревато Во-первых Затратами Своей Силы Во-вторых Ты Можешь Взять Что Хочешь Но В конце Придется За Это Заплатить В данном Случае Если Ты Ради Веселья Хочешь Некое Серьезное Действие Серьезное Действие Может Тебя Изменить А Ты Можешь К Этому Оказаться Не Готов Поэтому Я Говорю Что Постепенные Люди Когда Идут Когда Они Приходят Правильному Самому Действию Так Вот То Что Я Говорю Что Каждая Сущность Тот Человека Или Человек Во Все По Тривидински Он Точно Так Ж Име Сво Имя Которым Он Обозначен Во Всем Мире Когда Человек Обретает Имя Либо То Которое Есть У Него Либо Скожее По Большому Учету Очень Большая Вероятность Того Что Уход Его Жизни Изменит Я Не Скажу Что В Лучшую Или Ходшую Сторону Потому Что Каждый Определяет Сам Для Себя Стало Ему Лучше Или Хуже Но По Моему Опыту По Тому Количеству Людей В Чем То Которые Проходили Именно Лечение Которые Проходили Именно Лечение У Меня Я Естественно Не Скажу Что Собираю Статистику Но Я Смотрю Как Меняются Они В Течение Одного Кологота Одного Оборота Солнца Или Земли Вокруг Солнца И Какие Происходят С ними Трансформации При условии Если Они Серьезно Подошли К Вопросу И Точно Так же Увидел Людей Которые Спитали Пройти Лечение Получить Дополнительную Нашлепку Я Такой Такой Я Такой Такой А еще Я Там Плавянин Там Родновер Там Ведист Там Вот Под Таким Еще Кодом Иду Ну Это Не Работа Такой Порыв Пока Человек Не Поймет Насколько Это Серьезно И И Это На самом Деле Ему Нужно Потому Что По сути Обретая Именно Лечение Ты Обретаешь Свой Обрыв Связи Небольшие Прерывания В связи У нас Происходит Уже Не Первый Раз Значит В связи Нас Прерываются Те звонки Что ли Идут Или что Да Да Сбрасывая Через телефон И Звонит Понятно Понятно Мало того Что шум Еще и Звонки Нас Прерывает Хорошо Хорошо А ты Скажи Вот Я Понял Что Ты Мысль Пытался Развить Так Что Недостаточно Достичь Какого-то Возраста Недостаточно Просто Подключиться К Этому Мероприятию Когда Кого-то Имя Нарекают И Сказать А давайте Ко мне Тоже Имечка Необходимо Чтобы Внутренний Человек Был К этому Готов Необходимо Чтобы У него Была Потребность В этом Правильно Я тебя Понял Ну Помимо Потребности Все-таки Я думаю Что Неплохо Быть Сознавать И ответственно Свою Перед Самим Собой Перед Своим Ходом Вместе Ну Как бы С Самим Действием Как Так Потому Что Действие Я Я Я Глядю Дальше Мы Пройдем Я После Перерыва Буду Потихоньку Описывать Именно Само Содержание Обряда И что Примерно В этот Момент Происходит Потому Примерно Почему Примерно Для меня Это Вполне Четко И точно Но Как Сказать У разных Людей Которые Там Совершают Обряды Именно Речения Там Немножко Другие Картинки Проявляются И Там В то же Время Зависит От того Какой Удел Для Бредогея Там Для Жмеца Имеющая Вот Эту Возможность И уровень Бедорства Для Немножечения Какой Удел Какого Бога Является Для Него Основным Потому Что Каждый Из Нас Проходя И По Обряду Именно Речения По Большому Счету Обретает Несколько Уровней Покровительства В том Числе Небесного Вот Это Что Касаемо Обряда Поэтому Тут Не Вопрос Я Говорю Заинтересованность Вопрос Того Чтобы Мы Подходили К Нашему Обычию Достаточно Серьезно Потому Как Я Уже Не Раз Говорил И Не Устану Повторять Что Сила Наша Только Тогда В полной Мере Проявится Когда Мы Будем Не Только Говорить О Нашем Родовом Обыче Не Только Собираться На Праздники Но И Свою Повседневную Жизнь Мы Будем Униследовать Вот Тогда У Каждого Из Проявится Сила Наших Родов Появится Сила Совершенно Другого Уровня По большому счету Я Людей В той или иной Степени Пребываю Чтобы Они Понимали Что Вопрос Выживания Наших Родов Он В первую Очередь Завитит От Качества И силы Нашей Вер В данном случае И Момент Своего Подключения Более Менее Серьезный Более Менее Глубоко Это Один Из Моментов Это все-таки Обряд Имене Лечения Как Таковы Алексей У нас Есть Еще Пару Минут Музыкальной Паузы Если Новую Тему Раскрывать То Хватит Или Нет Может Давайте Пару Вопросов Задам А ты После Музыкальной Паузы Поднастроим Микрофон И потом Продолжим Скажи Пожалуйста Вот То Что Сейчас В Христианстве Называется Крещение Когда Дается Имя Когда Есть Крестный Отец Крестная Мать Это Каким-то Образом Отголоски Имеет От Ведических Наших Древних Времен Ну Понимаешь Тут Не надо Далеко Бежать А Просто Надо Внимательно Посмотреть На Само Слово Крещение Они Как Сказать Производя Это Действие Или Рассказывая О нем Они Пытаются Часто Ну Я Так Понимаю Большинство Людей Воспринимает Что Это Не Не Что Связанное С Крестом Не Что Связанное С Крестом А По Большому Чету Мы Часто Используем Термин По Сути Имеющий Не Термин Ну Слово Имеющий Наверное Все таки Первичное Своё Выражение Крестенье Крестенье И Это Слово Я думаю Многие Слышали И Если Не Знают Его Изначальный Смысл То Примерно Я Скажу Так Крестенье Это Очищение Огнем Очищение Огнем И Собственно Горя Вот Это Именно Наше Слово Именно Славянское Северное Потому Что Наши Предки Как Известны В общем То Никто Из Энографов Тут Не Расходился Даже Из Энографов Я Не Говорил О Тех Кто Следует Родовом Обучии Что Обряд Огненного Жертвоприношения Это Древнейшее Действие Древнейшее Обряд Который Прослеживается Буквально Самых Древних Стоянок Людей Которые Доступны Нынешнего Казания Ну и Соответственно Мы понимаем Что Огонь Как Священная Священная Стихия Он Всегда В наших Садах И Вообще В родах Человеческих Был Почитаем И Очищение Огнем Это И Есть По Большому Чету Кресенье Просто Как В Транскрипции Некого Временного Переложения Да Сделали Крещение И Соответственно Люди В большинстве Воспринимают Это Именно Как Обряд Приложения Кресту Хотя Даже Если Мы Начнем Разбирать Слово Крест Мы Видим Что Первое Смысловое Слаговое Обозначение Все-таки Там Крест А Крест Что Значит Крест Это Огонь Это Примерно Так И Поэтому В Церкви Очищение Огнем Не Происходит Там Просто Как Вот Это Погружение В Купель Это Тоже Взаимодействие С Одной Из Тихий Это Вопрос Как Разновешивания В данном случае Пригас Наоборот Попытка Пригасить Немножко Огонь Если Он Слишком Яр Примерно Так Понятно И вот Смотри Что Самое Интересное Ведь Называют Не Крест Щени А Крест Щени То Есть Крест Щени Буквы Т Там Нет Это Говорит О том Что Все Так Это Идет От Крест От Нашего Древнего От Наших Славянских Корней А Вот Уже В слове Крест 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 Там Присутствует Говорят Не Крест 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 Не Случайно Это Все Не Случайно Это Все В принципе И сделали А сейчас Мы прерываемся На музыкальную Паузу И после этого После музыкальной Паузы Попробуем Дальше Разобрать Эту Интересную Тему Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 19 мая 2016 года Четверг По одному Из старинных 38 день Месяца По силу Наречения 7524 Лета Четверик Обряд Именно Наречения Такова тема Сегодняшний Наш эфир Главный Соведущий Сурияр Итак Продолжаем Общение У тебя есть Еще что Сказать Из заготовок Потому что Вопросы Уже потихоньку Начинают Идти Нет Заготовок У нас Ты знаешь Всегда Больше Чем Времени И даже Тут не вопрос Заготовок Вопрос Что Всегда Есть Что Сказать По теме Слава богам Ну так Давай Тогда Раскрывай Не тяни Не томи Хорошо Не тяну Не томлю Да Ну то что До первого Перерыва Как я сказал Что По сути Сам по себе Обряд Именно речения Это определенный уровень Посвящения Причем достаточно высокий Если уже человек Во взрослом Возрасте Это принимает И принимает Осознанно Потому что Как сказано Древними Получив имя Получаешь Новую Стезию В небесах И новую Долю На земле И это не фигура Речи Собственно говоря В большинстве случаев Именно так И происходит С теми людьми Которые Достаточно Серьезно Подошли К этому вопросу Потому что Это Опять же Достаточно Плотно Связано С теми Что В нашем Обычии В родовой Традиции Называется Возрастными Посвящениями Потому что Когда Ребенок Еще только Народился Когда он Растет По большому счету Ни родители Никто Кроме Наверное Высших Ведающих Не могут Сразу понять Откуда он Пришел И каков Будет его Ход И по большому Счету До трех Лет Детей Только Называют Там Чадо Или Ну вот Такими Уменьшительно Наскательными Когда уже Начинает Разговаривать Появляются Какие-то Первые Начала Связанной Речи Там В некоторых Местах Ну имеется В некоторых Территориях Наших Родовых Давали Уменьшительно Ласкательные Вот Про зверушек Там Волчок Зайчик Там Белочка И вот Собственно Говоря С этими Именами Дети На самом деле До Достаточно До Большого Возраста По крайней мере До семи лет Они Достаточно Четко Сохраняют Вот Там Не то чтобы Сохраняют Они соответствуют Ходу Все-таки Звериному Ну это В хорошем Смысле Подразумевает Что У них Очень Много Они Развивают Именно Животное Начало В том Плане Как Взаимодействовать С окружающим Мире Как Выстроить Свою Систему Выживания И Собственно Родители По Какому-то Наитию Часто Могут Дать Имя Которое Соответствует Характеру Человека Характеру Ребенка Пришедшего Вот Но Когда Уже Человек Дорастает Вот у нас Как По Рождению Да Через Год Там По Казачьи Там Первый Астрик Там Сжигают Или Сбревают Волосы Сжигают Их на огне Посвящают Предкам По большому Учету В три года Сажают На коня Ну это Как было Раньше Как Один знакомый Но сейчас Наверное Надо сажать На машину Ну да Наверное В три года Можно посадить На машину Только куда Он поедет Вот И В семь лет Считалось Что вот Этот Ну Как мы Знаем Сейчас уже У нас И по науке Есть четкое Подтверждение Что Основное Формирование Личности И сознания Человека Оно как раз Происходит До семи лет И это Где-то В пределах Восьмидесяти Восьмидесяти Пяти процентов Всей жизненной информации До Семи лет Человек Получает И остается Там условно На всю оставшуюся жизнь Этих Лет Сколько еще Ему придется Пройти Порядка Пятнадцати Двадцати Процентов И это Надо понимать Так вот В семь лет Точно так же Еще не давалось Взрослое имя А давалось Еще Имя Детское По большому счету Вот Ни зван Ни крас Ни взор Это имена Еще Как правило Детские Но Они давались Имя как Обережные Потому что Смысл И суть Еще не Обозначалось Потому что Как сказать Чтобы его нельзя было найти А кто здесь Ни крас О Ни крас Ну Это я говорю Так как По старечи Примерно Используется А так как Не является Это Кодом Личным Соби Это Через Это там Духи И Те или иные Злыдни не могут В тонком мире Найти Человека Почему Это имя Вот внешне Да Оно именно Использовалось Используется И сейчас Именно как Оберег Ну а Уже Следующее Посвящение Переход Во взрослое Состояние По старым Временам Это 13-14 лет В зависимости От разных родов От разных территорий Ну Примерно В этом ключе У девочек В некоторых Местах Это где-то С 12 лет Точно так же Они проходили Посвящение Вот В девушку Юницу Юноши Юнаками С этого момента Звались Ну И получали уже Те имена По большому счету С которыми Они Идут По жизни Потом уже По мере своего Восхождения По мере своего Развития Человек Мог получать Имя Уже По возрастанию Либо Своей Духовной Сути Либо Проявившись Там Либо В бранном Деле Либо В каком-то Ремесле Либо В каком-то Искусстве Он уже Как вот Проявляя Некое Своё качество Он обретал Это имя Либо Там где Не было Сильных Крепких Ведущих Просто давали Некое название Можно даже сказать Кличку Люди Она приживалась И по большому счету Могла стать Даже Фамильный Родовой Фамильным Родовым Званием И кто Бывал И сейчас Может быть Ездит по деревням До сих пор В некоторых Деревнях Встречается Там Вот фамилия Какая Вот такая Но зовут их В деревне По другому И вот И все их знают Как раз Под тем именем Которое За ними Закреплено В том или ином Селении Это вот То что касается Вот А что касаемо Самого Обряда Уже Именно речения Сейчас мы Пройдем дальше Потому что Для детей И возрастные Посвящения По большому счету Это Объем Отдельной беседы И мы Я думаю Как-нибудь Выберем Возможность Для того Чтобы именно Коснуться Родовых Посвящений Именно Возрастных Потому что Сейчас Люди Много Достаточно Интересуются И к сожалению Во-первых Чаще всего Некому Обратиться За советом Ну и Потому что Малые Обрядовые Домашние Посвящения По большому Счету Как я говорю Есть ведун Хорошо Нет ведуна Есть там Руководители Общины Нет руководителей Общины Есть глава дома Старший в роду Старший в семье Вот если нету Тех которые Предстоят Возле огня Он сам Имеет Возможность И Право И даже Скажем больше Это его обязанность Совершать Обряд Вот эти Малые Посвящения Очищения Именно для Своей семьи Для своего Рода Это Что касаемо Малых Родовых Посвящений Так вот Вернемся Опять К обряду Именно Речения По большому Счету Что происходит Во время Обряда Именно Речения Как такового В том Исконе В котором Сотворяю Я Ну по большому Счету Я говорю Разницы В обрядах Есть Но смысл Во всех Обрядах В этом Случае Он Практически Один и тот же То есть Человек Обретает Своё Имя С которым С одной стороны К нему Будут обращаться Те родовичи Те общинники С которыми Он взаимодействует В этой жизни И Если Имя Открылось Достаточно Полно И удачно Значит он Получает То имя С которыми Он будет Представлен Пред Предками В том числе Пред нашими Светлыми богами Через это имя Он уже Будет Обращаться В разных Как сказать Общинах В разных Направлениях Есть Тут Некоторые Расхождения Но оно не является Расхождением Как таковым Что Дается Где-то Дается Одно имя Где-то Дается Два имени Одно тайное Одно Явное И Собственно Говоря Только с тайным Именем Человек Потом обращается А с людьми Взаимодействует Именно Опираясь На то имя Которое Является Открытым Общинным Тут Нет Как таковых Противоречий Но Мой опыт Тут Наверное Тоже Достаточно Интересен Потому что По По тому Видению По тому Пониманию Которое Мне доступно Я вижу Что все-таки Далеко Не у всех Есть Второе Имя Потому что Как сказать Ну вот Душа еще Недостаточно Сильно Развита Она еще Не прошла И собственно Говоря Никак себя Не проявила В духовной Сфере Чтобы Каким-то Образом Закрепиться И Только Те Как бы Соби Которые Уже Имеют Ярко Выраженный Духовный Путь Вот на них Как правило Выходит Два имени Это Но это Касается Я говорю Моего Опыта Я в данном Сочи Никому Не навязываю Потому что То что Я вижу То что Я могу Собственно Я об этом Излагаю У Кого-то Несколько Другое Видение Поэтому Из тех Людей Которые Проходили У меня Наречение Буквально Там Несколько Человек На которых Вышло Сразу Два имя По большому Счет А так Давать То имя Которое Вышло И потом Давать Как Нашлепку Какое-то Еще Дополнительное Имя А это Оставлять Тайными Все-таки Я думаю Что Не Не совсем Верно Потому что Человек Будет Взрастать И В какой-то Момент Почему я Говорю То имя Которое Получает Человек При обряде Именно Речения Оно Не является Именем Конечным Почему Потому что Перед любым Из нас Стоит Задача В жизни Обрести Новые Качества Развить Себя И в деле И в теле И в духе И соответственно Если по любой Из ипостаси Ты прошел Какой-то Значимый Путь Проявится Новое имя И это имя Либо ведущими Либо людьми Оно Будет тебе Присвоено Конечно Наиболее Предпочтительно Если Есть возможность Обратиться К тому человеку Который Обладает Достаточным Уровнем Ведовства Для того Чтобы он Во-первых Мог просмотреть Твой путь Во-вторых Мог Просмотреть Путь Указать И Дать тебе То имя Которое Тебя Поведет Дальше По Пути Жизни Алексей Да Да Наговорил Много Наговорил Много Хорошо Хорошо Скажи Пожалуйста Вот Отчего Отчего Может Зависеть Сложность Имени Ну например Есть имена Которые Произносятся Вот одно Слово Чуть ли там Не один звук Как у китайцев Там Упрощенно Ли Люнь Там и так далее А есть более Сложные Например Твое имя Сурияр Да Или там Какой-нибудь там Вечеслав Рати Бор Ну и так далее Вот отчего По большому счету По каким параметрам Это имя Является Сложным Или простым Какие-то есть здесь Ограничения Наложения Условия Обязанности Со стороны того Кто имя Это присваивает Ну тут Со стороны Того Кто Имя Присваивает Конечно Есть определенная Обязанность Ну в том плане Что ты В достаточно Большой степени Все-таки Берешь на себя Ответ За Путь Того Радовича Который Это имя Принимает И с этим именем Будет двигаться По жизни Это одно По ограничениям Как правило То 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 В исконе Которого Все-таки Я придерживаюсь У нас есть Достаточно Четкое Что Имена богов Непосредственно Мы Никому Не присваиваем Почему Ты хочешь быть Славным Потому что Просто По факту Рождения Нет Ты Утверди Своё имя И Со своим именем Стань славным И Никто не мешает Тебе подняться Так высоко Чтобы стать По праве Вместе с богами Родными Светлыми Нашими предками И это твой выбор И ты за него отвечаешь Я имею ввиду За Тех Радович А если Неоднократно Сталкивался Вот дайте мне То или иное Имя бога Я говорю Ну так извини Это имя Явленное Нам Как Имя Того или иного Бога И Любой Радович Обращаясь К этому Богу Надеется Что он Его услышит Потому что Там Есть Определенная Тонкость Даже если Имя Не Совсем Четко Или там Оно могло Поменяться С течением Времени У богов Я Вижу Что тоже Подобные Вещи Происходят Что имена Меняются Но если Есть Четкое Видение Образа Особь Любого Из нас Если она Достаточно Хорошо Очищена И в этой Чистоте Настроенной На небеса Она Образ Может чувствовать И по большому Через образ Даже без имени Ты можешь Обращаться Но Если кто-то Из людей Пытающихся Приобщиться К родовому Обычаю Тянет на себя Имя Того Или Иного Бога Я говорю Ты что Хочешь Стать Прокладкой Между Людьми И богами И собирать Ту славу Которая Идет С земли На себя Это не Тот ход Он неправильный И Как бы Если я говорю Ты хочешь Быть славным Я говорю Прими то имя Которое Есть Или Возьми Иди с ним Может быть Оно будет Принято людьми Может быть Будет Принято Богами Насчет Того Что Сложные Состоящие Из нескольких Слогов А порой И слов Имена Есть Естественно Потому что Как показывает Практика Ну Даже Этнографическое Наследие Что Еще не так Давно Там 500-700 лет Людей Со сложными Именами Было Очень мало В основном Все Имена Зван Согласно Моему опыту Опять же Личному Я вижу Что На Многих Людей На Практически На большинство Выходят Имена Сложные Но имеется Иду Состоящие Из двух Половин И Они Достаточно Четко Определяют Направление Человека Это Для меня Это Достаточно Четко Подтверждает То Что Я уже Не раз Говорил Что За Те Десять Веков Как нам Пытается Рассказать Официальная Историография Наши Боги И Мы Как Радовичи Идущие В мире Явном И Выбирая Меру Идущие В мире Навном До Следующего Срока Проявления Мы Все Достаточно Серьезно Подросли И Мировидение И Миропонимание Наше Точно Так же Подросло Естественно Поменялись В Достаточно Большой Степени И Сами Наши Боги Потому Что Мы В этом Плане Неразрывное С ними В неразрывной Связи С ними Пребываем Род Небесный Род земной В единстве Пребывает Вместе Вечность Созидают Вот И Когда Это уже Становится Не фигурой Речи Тогда ты Четко Понимаешь Что Твой Путь И есть Путь Вечности Я имею ввиду Каждого Родовича Ну и Соответственно Я говорю Почему Сейчас Мы Не будем Разбирать Сейчас Толкование Слов Это можно Разобрать Имя Толкование Имен Что То или Иное Имя Обозначает Это можно Посмотреть В интернете Просто Мы тут Немного Утонем Потому что Информационный Объем Большой И Вот это То что Касается Там Были Простые Имена И почему Имена Сейчас Сложные И По большому Счету Несколько Людей Было У которых Имена Сразу Выходили Даже Из двух Слов Ну Это Всего Буквально Сейчас Скажу По-моему Не более Пяти Человек Ну Там Как бы Очень Интересные Ходы За ними Были Один Там Был Ну Как Поэт Один Хороший Целитель Вот Как я Помню Поэтому Что Это Не Не Просто Так Точно Так же Потому Что Я Сталкивался В Некоторых Объединениях Славянских Я Вот Не Не Приемлю Ну Мы Там На Уровне Спора Не Спора Там Сошлись И Разошлись У них Там Словно Свой Ход У них Свой Ну Там Приходит Человек Ну И Как Хорошо Если Хотя Б Он Там Пытается Посоветоваться С тем С обрядадеем С жрецом Там В той Или Иной Степени Что А то Человек Приходит Там Вот Я Выбрал Себе Имя Вот Типа Нареките Меня И Обрядадея Берут И нарекают Совершенно Не Понимая Ни смысла Ни значения Ни Ни сути Самого Действа Они Берут И Проводят Подобное Действие Вот В том Ключе Почему Я говорю Что Есть Разница Между Именно Речением Которое Реально Является Твоим Личным Изначальным Смыслом Который Определен Вот в этом Слове И И через И через Смысл Ты Взаимодействуешь С небесами И с Радовичами Это Совсем Другое Дело И Насколько Я понимаю По Всей нашей Большой Необъятной Стране Наверное Ну Может быть Там Не больше Пяти Наверное Семи Человек Подобным Даром Подобной Возможностью Обладаю Алексей У нас Сегодня Как раз С друзьями Был разговор Так сложилось Что передача Посвящена Именно Речению И как-то Мы задели Тему И тоже Там Стал вопрос А зачем Эти имена Даются А почему А как А сколько И что Они означают Ну Примерно То же самое Пришлось Как-то Рассказывать Такой Мирной Беседе За чаем Мы Делились Этими Своими Впечатлениями И вот Гдате 12 лет У кого-то Есть традиция Что именно 12 лет Посвящают Уже дают Имя До этого Имена Не такие Временные То что Называются А у кого-то Есть традиция Когда После 12 Там это Могло быть И в 12 И в 13 И в 14 В зависимости От того Жрец Или волк Или старшина Он Смотрел А готов ли Ребенок Взять ответственность На себя Готов ли он Получить Взрослое Общинное имя И то Потаенное имя Потому что Известно Помимо тех имен Которые ты Приводил Еще известны Такие фамилии Как Третьяк Третьяков Откуда они взялись Вот Даже доходил До того В некоторых уездах Что там Детей Внутри семьи Называли Просто Первак Вторак Третьяк Четверик И так далее И вот эти фамилии Они остались Потом уже Давалось Взрослое имя Но Так случалось Что Прозвище Прозвища Оно не то Что приживалось А просто Так себя проявил Человек Что оно С ним уже Сродилось И говорили Кто это сделал Да вот Третьяк Сделал А ну хорошо Ну третьяк Чья фамилия Третьяковы А ну пожалуйста Третьяковы Вот тебе пожалуйста Третьяк Третьяковы Третьейники И так далее Так что вот Даже до этого ходил А почему это делалось Вот тоже задали вопрос А что нельзя было Нормально отдавать Ну зачем так вот Циферками там Или числами обозначать Но дело в том Что представляете себе Ребенок еще никак Не утвердился В этой общине Он только вот Проходит пути становления И к 12 годам Что-то такое Понятно становится Да кто он вообще Какое у него Варновое предназначение Что там у него В дальнейшем По касте может просматриваться Куда он вообще нацелен Что у него По папиному роду идет Или наверное Будет основоположник Уже нового Или кому-то присоединиться К какой-то касте К группе мастеров Вот Поэтому не давали Никаких имен Мало того Что если приходил Какой-то чужой человек То вот эти вот Общие имена Ни о чем не говорящие Они Не давали Возможность Какому-то Недоброму человеку Навести какую-то Порчу Наследить Как-то нехорошо В его жизни Потому что Ну детское имя Выбрасывалось Грубо говоря Да вот Сносил одежонку Выбросили Новое Вот то же самое И с именем Происходило Как и с одеждой Вот это все Очень интересно И почему Тоже давались Помимо Открытого Общинного Имя Уже Взрослого В некоторых Традициях Давалось еще Опять же Имя для чужих Людей Особенно это У воинов Было распространено И имя Потайное Вот Сказали Ну ладно С общинным Понятно все Как тебя вообще не зовут Да как тебя зовут Он говорит Меня вообще не называют Там Ну ладан такой-то Или такой-то Такой-то Что настоящий Жрец Настоящий Волк Настоящий Ведун Он улавливал То Тот образ Который Реально Существует У этого Человека У его проявления Здесь Вот там Наверху Он улавливал Тот образ Складывал его С образом Который Здесь У него По жизни По его пути На этой земле Был дан И соединял вместе Но дело в том Что если Земные образы Просто как-то Слова Перевести Более-менее Просто То небесное Высшего Своего Я То что Душа Или божественная Сущность Ну очень тяжело Попробуйте перевести Словесное То что Словами Не объяснить Попробуйте Бога перевести Слова Невозможно Поэтому Имя давался Ближайший Энергетически Подходящий Образ Тот И складывался С земным И вот Получалось То Сакральное Имя А для чего Она давалась Не давалась Она Как вот Тоже Дополнение Извините Что-то Разошелся А давалась Она Что-либо Случилось Что-либо С человеком И мог Например Тот же самый Ведун Который Знал Это имя Непосредственно Туда наверх Обратиться Чтобы получить Помощь Поддержку Переправить Энергию Оттуда Что-то Направить Сюда А остальным Людям Мирским Это не обязательно Было знать И вот У военных Если уж Я про Третье Имя Говорю То почему Тоже Применялось Представляете Идет война Идет бой Общинники Они друг друга Прекрасно Знают И вот Часто За общинником Это имя Закреплялось Оно было Ну как Породнились Они уже Вот с этим Именем И вдруг Они идут в бой И надо было Называть имена Такие По которым Уже Породне Нельзя было Проникнуть Породу Нельзя было Проникнуть То есть Навести Уже порчу Мы понимаем Что воины Иногда Велись Не только На телесном Уровне А на более Высоком Вот чтобы Через Иногда Они всегда Так ведут Да Ну да Чтобы вот Оттуда Нельзя было Поэтому Выкрикили Например Волк Грубо говоря Рысь Барс Еще что-то И вот Они понимали Такие позывные Были во время Боя Для воинов И поэтому Если вдруг Какой-то там Недруг улавливал А Волк Грубо говоря Начинал рубиться И еще Кто-то Посыл Посыл энергетический Чтобы перебить Родовой канал Еще-то Навредить Энергическую порчу Навести То ничего Не получалось Это всего лишь На все Твой позывной И не более того Чтобы Ну на войне Все проще Современной Там чтобы Элементарно Не понять Кто там Командует Жуков Грубо говоря Рокоссовский Или просто Какой-то там Генерал Такого Локального масштаба Поэтому говорили Товарищ первый Товарищ второй И так далее Астрофиалка Вот в этом духе Ну вот какая-то Такая тирада С моей стороны Получилась Продолжай Ну Я тут Немножко Просто Дополню В том ключе Что Издревле Известно Вот это Магическая Практика Что надо Знать Ну для того Чтобы На расстоянии Возействовать на человека Надо знать Его Настоящее имя Потому что Как бы И наши предки Ну наши предки Может быть В меньшей степени А вот В более южных Районах Вот этот Элемент Бытовой магии Он всегда Существовал Очень Сильно И проявлено И поэтому Там Как Да И было Условно Явное имя Была И кличка Которые Кличут И было Имя Настоящее То что Люди Как бы Прятали И Никогда И никому Ни под каким Соусом Не выговаривали Почему Потому что Считалось Ну оно так и было Что Если Какой-либо Злочинец Там Имеющий Магические Возможности Ну по большому Счету Так как В той или иной Степени Воложбой Или Как бы Черными Магическими Какими-то Элементами Страдали Многие Скажем так То И возможности Эти Вот Воздух Условно Был более Насыщен Нежели Сейчас На севере Слава богам Это все-таки Поменьше Мороз Не дает Долго Дурачиться Быстро Выводит Поэтому Естественно Всегда Имя Внешнее Оно Дополнительно Играет И берег Но если Человек Собран Достаточно Хорошо Оно Как бы Его характеризует И Как Я почему Говорю Что Если Внутреннее Имя Не Проявилось Это не значит Что Это плохо Или хорошо Просто Человек Пройдет Какой-то Путь Вполне Возможно Он проявится Просто Подавляющее Большинство Людей В течение Своей жизни К сожалению Не делают Даже маленького Шажка По своему Преображению Точно Точно Так же При Каком-то Большом Изменении В жизни Человека При тяжелой Болезни И еще Что-то Тоже Делается Обряд Имя Речения И имя Меняется Почему Потому что Получаешь Если Делают Это Сильные Ведуны Значит Получаешь Новую Долю И Новую Стезю Есть Возможность Это Один Из Ответвлений Касаемо Обряда Имя Речения Что Это Точно Так же Может Использовано Быть Для Правильных Хороших Целей И Точно Так же Для Нехороших Поэтому Если Вы Хорошо Выстроены В данном Случа В духовном Плане Что Вы Достаточно Крепки Достаточно Чисты И Там Как-то Столкнулся Там С одной Или с притчей Или там Разговор Был Типа Можно ли Вот Типа Крестьянин Пашет Землю Что ему Можно сделать Практически Ничего Потому что Он Делает Своё Дело И делает Его Безупречно И Именно Потому что Он пребывает В равновесии Силами Земли И Небес Он Имеет Максимальный Оберег Для самого Себя Алексей Ну что ж Если Оберег Есть Для самого Себя То это Горит Что он Находится В гармонии С природой И С самим Собой А нам Всегда В гармонии Да и вообще По жизни Песня Строить И жить Помогала Так что Давайте Послушаем Музыкальную Паузу Перейдём Песенку Послушаем Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 19 мая 2016 года Четверг Как быстро Время-то летит Недавно Вроде Новый год Праздновали Праздновали Только Тридцать Восьмой день Месяца Посевное Речение 7.104 Лета Четверик По одному Из старинных Календарей Обряд Именно Речения Такова тема Сегодняшнего Эфира Главный Сведущий Сурьяр И мы Продолжаем На эту Тему Общаться Напоминаю Что вопросы В большом Количестве Уже Поступают Из чат Народного Славянского Радио Но это Информация Для Сурьяра Пожалуйста Продолжай Хорошо Ну и Тут наверное Сейчас Еще Чуть-чуть Коснусь Того Как люди Приходят К обряду Именно Речения И Собственно Говоря Бывает Так Что Человек Приходит И говорит Имя есть Я говорю Имени Нет Я говорю Ты можешь Там в любом Месте Другом Пойти Поискать И скорее Всего тебе Что-нибудь Там Дадут Ну это Я говорю Каждый Выбор Ну и В большинстве Случаев Оказывается Так Что Человек Находится На неком Перепуте Он еще Не определил Как бы Тот Путь Который Он прошел И не решил Куда он Пойдет Дальше И вот В этот Момент Имя Получается Его Качество Меняется И точно Так же Висит Имя Там Иногда Удается В достаточно Хорошей степени Прозреть Примерно Будущее Ну там Скажем Недалекое Не будем Раздувать щеки Что видно Дальнее будущее Недалекое будущее И понятно Уже В каком ходу Находится Человек Ну а так как Мы смотрим Чуть выше Он еще Этого Видеть не может Много раз Было Что люди Там Ну проходит Год Проходит Там Полтора Два Они приходят Как же так Получилось Вот Имя Настолько Четко Прорисовало Весь Жизненный Ход Жизненный Ход Весь Путь Который Раскрылся За это Время А бывает Так что Вот Там Помню Один человек Он наверное В течении Трех месяцев На каждый Обряд Приезжал И в конце Который Говорит Ну слушай Я тебе Не могу Помочь Потому что Твое имя Мне не Открывается Ты Либо Никак Со мной Не соприкасаешься Ну Человек Так В общем-то И он после Этого Исчез И не Появлялся Ну а Другой человек Вот на Перепуте Был Там где-то Через Восемь Месяцев Стало Проявляться Его имя Достаточно Хорошо И он обрел Своё Именно Речение И стал С ним Двигаться По пути Алексей Так Алексей На связи А ну Хорошо Я это самое Просто Я думаю Провожай Если что Я там Словечко-то Перехвачу Не переживай Я не переживаю Ни в коем случае Ну вот А сам по себе Обряд Я просто Немножко Опишу Само То наверное Действие Которое Происходит Тот обряд Который Проводим Мы Когда Ну Человек Происходит Именно Речение Потому что Ну в разных Объединениях Славянских Слышал Мы делаем Там Раскрещивание Я говорю Ну хорошо А потом уже Только обряд Именно Речения Какой интересный процесс Раскрещивание Сначала Раскрещивание Сделаем Потом Сделаем Кресень Примерно Так Очистим Огнем Ну Смысл Примерно Такой Что Мы Все Живем В мире Переполнен Огромным Количеством Эгрегориальных Сущностей Вот Я думаю Для Наших Как бы Слушателей Для Радовича Это не является секретом Ну условно По крайней мере Информацию Они Об этом знают И Вопрос Только Ощущают Или не ощущают Воздействие Этих Эгрегориальных Планов Потому что Эгрегориальные Планы Это тоже Один из Пластов Небес Которые Нас окружают Которые В общем-то Над нами Пребывают Просто надо Понимать Что есть Эгрегориальные Сущности Которые Нам В общем-то На пользу И Огромное Количество Как раз Тех Которые Нам не на пользу Почему Потому что Как я Уже В предыдущих И прочих Беседах Говорил Неоднократно Что Туда Куда Устремлено Твое Внимание Туда И отправляется Твоя Божественная Сила И в этом Плане Я говорю Что Любой Из нас Концентрируя Своё Внимание Заостряя Его На том Или ином Событие На том Или ином Внешнем Проявлении Отправляя туда Свою Божественную Силу Об этом Надо чётко Помнить И стараться Её Не расточать Это Так К вопросу А Насчёт Вот Как бы Христианский Эгрегор Естественно Он существует Естественно Он Достаточно Громоздкий Он Достаточно Старый И он Как бы Имеет В себе Определённое Скажем Количество Возможностей И сил И Соответственно Человек Идущий По Пути Христианскому Он В той Или Иной Степени К этому Эгрегору Обращается Ну Как показывает Практика И собственно Мой опыт Мне об этом Свидетельствует Что Большинство Тех Которые Называют Себя Христианами Как таковыми Ими Не являются Потому Потому что Они Не то Что Там Какую-то Соблюдают Или не Соблюдают Обрядовую Ритуальную Их Часть Ну Там Посещают Церковь Посещают Праздники Там Условно Молятся Хотя бы Один раз В день Они Не только Это Не делают Они Даже Ни 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 В голове Своей Ни В душе Своей Не Взаимодействуют С этим Эгрегором Поэтому Как Как таковое Взаимодействие С этим Эгрегором Оно Конечно Все равно Происходит Почему Потому что Очень Многие Понятия Которые Прошиты В нашей Жизни И Которые Мы Вот Если За собой Следить Я Смех С определенной Горчинкой Я говорю Вы все Тайные Христиане Почему Потому что Очень много Мемов Вот этих Смысловых Мемов Напоминаний В данном Случа Переведу Слово Так Они Прошиты У нас В нашем Сознании В нашем Разговоре Где-то Даже На генетическом Уровне Поэтому То Что Как Сказать Вот Делают Часть Обряда Именно Речения Допустим Или Отдельно Обряд Раскрещивания Как правило Сделать Это В полной Мере Очень Сложно Ну Имеется Ввиду Что Вытащить Человек Из Взаимодействия С этим Эгрегором Потому что Это происходит На самом деле Очень Небыстро И при Одном Определенном Слове Что человек Сохраняет Достаточный Уровень Осознания И Контролирует Вот эти Вот моменты В себе Когда он Начинает Резонировать С этим Эгрегором Почему Очень важно Как бы Со Своими Книгами В которых Наши Вышние Ведающие Зафиксировали Наши Миропонимания Постоянно Взаимодействуют Почему Потому что Обычный Человек Идущий Просто Путем Обычной Жизни Он Все время Закольцован Закольцован В своих Мыслях И которые Как правило Достаточно С одной стороны Просты А с другой Стороны Они повторяются Кругом За кругом И Как бы Осознанности Нет Вот все Эгрегоры Которые Более-менее Активные И с которыми В той или иной Степени Он Находится В резонансной Связи Христианский Эгрегор В этом плане Он Наиболее Обширный Потому что Он В миропонимании Обыденного Человека Прошит В несколько Слоев А Радовичам Те которые Реально Хотят Радовича И как быть В ладу С природой Как мы Употребляем Этот термин Но в ладу С природой Тут все-таки Ключевой Слог Род Это значит Быть В равновесии С родом Но род В данном случае И земной И небесный Вот что такое Быть в ладу С природой В первую очередь А при роде Мы все Есть природа Это Так Маленькое отвлечение Так вот Касаясь Эгрегориальных Планов Поэтому Как таковой Обряд Раскреющий Он просто Дает человеку Ну вот если бы мы Его использовали Как отдельный Обряд Он просто Дает человеку Возможность На краткий миг Осознать Что есть нечто Которое В той или иной Степени Присутствует В его Сознании И даже В его Духовном Опыте Вот В этих семьях Происходит Поэтому я говорю Прошивка На уровне Сознания На уровне Родовой Памяти И на уровне Генетики И поэтому Если вы Постоянно Обращаетесь К нашим Как К нашим Зафиксированным Писанием Скажем так Нашим Ведущим Посещайте Обряды Обращайтесь К своим Предкам Что Обязательные Необходимые Условия То через Какое-то Время Давление Этого Игрегора Над вами Прекращается И в этом Плане Обряд Име Наречения И как часть Его Возможно Как в некоторых Объединениях Обряд Раскрещивает Это конечно Вещь Нужная И необходимая А теперь Что касаемо Самого Обряда Я просто расскажу Каким образом Происходит Он у нас Потому что Неоднократно Сталкивался Даже с Таким Люди там Побывали на том Обряде А вот там Погружают Полностью В воду У христиан Тоже Полностью В воду Погружают Просто Сам по себе Обряд Человек Приходит Говорит Имя Я говорю Хорошо Посмотрим Просто Бывало так Что я чувствую Что имя есть Но оно Выходит Только Практически В момент Изречения Говорит Сказать Настолько Ошеломляюще Я бы Так Сказал Потому что За секунду До этого Вроде бы Нет И тут Раз Во всей Полноте Во всей Ясности Оно Достаточно острый Ни одной беседы Здесь надо просто немножко уточнить Смотрите, какая интересная происходит ситуация Как говорится Назвался груздем, полезай в лукошко Хочешь, не хочешь, чтоб тебя ели Но груздь, все, в лукошко полезай Горшком назвали Скорее всего в печь поставят Вот из этой же серии Кем вы себя назвали Хотите вы дальше или не хотите Вас по этому принципу и будут использовать И если вы понимаете Что какой-либо эгрегор В данном случае я не уточняю Христианский, нехристианский Потому что эгрегоров достаточно большое количество Уже народ тут настроил Любой эгрегор Он, если создается не совсем Дружественной какой-то структурой Или под дружественной структурой Какой-то создался То в этом случае он будет к вам относиться Не как к своему другу А он будет к вам относиться Как к некому существу Из которого можно что-то Либо взять Или как овцу постричь Или зарезать Или как корову подоить Или там попинать Конечно только как грушу Ну мало ли какие забавы у кого есть Да Вот поэтому это надо все учитывать И если вдруг вы сказали Что я отношу себя вот к этому То знайте Даже если на самом деле Это было произнесено так Что ну относите конечно Но не совсем так То все равно эгрегор вас будет использовать Вот это первое Что надо себе очень четко осознать Второе Чтобы такого не случилось Необходимо к любому Причислению себя К чему-либо Относиться Очень и очень аккуратно Очень и очень обдуманно Потому что еще раз говорю Если вы себя как-то назвали То вас уже будут воспринимать Именно так Ну и естественно Что вы должны понимать А какой из этих эгрегор Хотя бы близок вам По генетическому основу То есть по родовой основе Или далек от вас Вот это вот тоже Немаловажный фактор И поэтому Здесь бывает интересный момент Человек Вот здесь уже к христианству переходим Человек говорит Я христианин И говорю А ты в курсе того Что христианин Он вообще должен Три раза в день молиться Причем он должен Если он не в пути То должен посещать храм Если он в пути Часовню И если его в пути Часовни нет То хотя бы сооружать себе Какое-то Подготавливать место Для моления Но три раза в день Второе Если он находится В храме То в этом случае Он службы должен Поддержать своим голосом Он должен все эти песнопения Исполнять Не просто Ля-ля-ля-ля А именно исполнять словами Слова должны быть обдуманы То есть вам как минимум Необходимо будет Помимо русского языка Или одного из славянских знаний Знать еще Староцерковный язык А во многих песнопениях Применяются еще Греческие и еврейские Какие-то слова Названия Цитаты И даже целые Обзацы Поэтому вам как минимум Надо знать несколько языков И осознанно это все знать А не просто произносить Ну и третье Христианином Можете назвать человек Который помимо всего Что здесь было названо Тот который живет В христианской общине Поэтому если вы Ни один из этих пунктов Не соблюдаете Вы себя не можете Называть христианином Но даже если вы себя Не называете То Г.И.Грегор Вас уже принимает Но принимает вас Так как ему уже Это надо А не как вам Вот тут надо понимать В данном случае Г.И.Г.регор Будет намного сильнее Потому что там же Все это было создано Сделано Там эта вся была Структура построена А вы-то так Просто называете себя Это очень опасные вещи Поэтому я ни в коей мере Не против христианства Не против какой-то другой религии Если это все есть на земле Значит они нужны Вопрос нужны для кого Для какого уровня развития Но это не вопрос нашей передачи Но в любом случае Прежде чем как-то себя назвать Прежде чем к чему-то себя отнести Вы должны четко Осознанно Подходить к этому вопросу И какой-то Вешая на себя амулет Вешая на себя какой-то символ Вешая на себя какой-то знак Принадлежности Какой-либо религии Или какому-либо направлению Вы должны понимать Что это не просто побрякушка Как сейчас модно У многих так называемых Христиан Или язычников Или еще там кого-то Повесить на себя Или свастичный символ Или христианский символ Украшенный чем-либо Какими-то там бриллиантами Стразами Из золота Из серебра Какой-то там высокой пробы Это все очень опасно Вы на себя вешаете Не украшения Вы на себя вешаете Атрибут Атрибут религии А религия Это не шутки Здесь разговор идет С духом и с душой Вот если вы готовы Своё бессмертное Подставлять под удар Себя самого То бишь Под удар Вот тогда можете играть Сколько хотите А если нет Тогда разберитесь И после этого уже Изучив брод Суетесь в воду Вот я думаю так Добро Ну это да Коротенько Коснусь уже Самого обряда Как таково Потому что я говорю В разных Три минутки у нас есть Так что да Коротенько если Вот В разных объединениях Обряд проходит по-разному Я говорю Где-то да Есть погружение В воду Где-то есть Но по сути Я как говорю Что ключевым Для всех родовичей Мы по большому счету Таковыми являемся Все-таки является Обряд кресени И поэтому Перед Самим Именно речением Мы его делаем Как раз Как правило После уже Того как Зажжен огонь Призванные все силы Предки И вознесены Через огонь И возможно Там другим Еще каким-то способом Все требы Высказаны Все славы И так как Место Во время обряда Повысило Свою светость Или святость Если кому-то Более угодно Потом Как бы человек Уже встает На сам Обряд Именно речения И происходит Несколько уровней Освещения Призваны И присутствуют Все Стихии Огонь Вода Земля Воздух С помощью Всех стихий Или теми Как бы Что они Себя могут Как бы Представить Ну Очищение огнем Это реально Там берется Просто несколько Так Палочек Щепочек Ну такие Достаточно Толстые Которые Разгоняются В том Жертвенном огне Который Во время Обряда Был И Точно так же Соскапливается То что Те лярвы Те наговоры Те наветы С человека Ну не Прикасаясь К нему А По внешнему Контуру Потому что Все знают Наверное Аура Ну или Наши Биополе И по сути Это Как бы Наша Собь Многослойная Проявленная В явном И неявном Мире Одновременно Вот Потом Идет Очищение Каленой И Выкованной Сталью Которая Тоже Очищена Была В огне Точно Так же Соскапливается Еще Один Слой Возможных То есть Человек Избавляется От Многих Ну реально Просто у людей Неоднократно Сталкивался Перестает болеть Спина Там Проходит Какая-то Болезнь Еще что-то Это буквально В момент Именно Речения Происходит Потом Как бы Тоже Вода Вода Ей Очищается Там Тоже Человек Поливается Опрыскивается Чтобы Каждая Из стихий Он Был Ей Представлен Как таковой А так Как Обряд Именно Кресенья Идет Изначально То есть Он Представлен И Вышним Предкам Светлым Богам Тем Из них Которые Откликнулись На наш Призыв Он Во время Обряда Мы всегда Обращаемся К предкам Каждого рода Тех родовичей Которые Стоят Вокруг Огня Значит И его Предки И его родовые Предки Тоже Здесь Присутствуют Понимаете Насколько Величественное Дитва Что Все Доступные И стихии И предки И Вышние силы Родные Боги В какой-то Из своих Хипостасей Здесь Присутствуют И когда Человек Ну вот Какое-то Время Походил На обряды Предварительно Проникся Вот сутью Традиции Тогда Его Сущность Бывает Потрясена Именно До Очень Большой Глубины И Трансформация Там Преображение Безусловно Серьезное Происходит Поэтому Я говорю Что К обряду Именно Речения Надо Подходить Как К тому Действу Которое Реально Будет Воздействовать На вашу Жизнь С того Самого Момента Когда Вы Обретете Имя Если Вы Не хотите Менять Свою Жизнь Если Вы Не Понимаете То Лучше Подождать Лучше Подготовиться И Понять Потому Что Здесь Возможно Почему Я говорю Обряд Кресенья Да С одной Стороны Светимость Но Вот Этот Момент Именно Речения Это Ключевой Момент Вообще При Общении К Традиции Поэтому Настраивайтесь На него Крайне Серьезно И Старайтесь Предварительно Немножко Себя Хотя Б Оживить Оживить То есть Побывать На Нескольких Обрядах При Условии Конечно Того Что Там Есть Справные Обряды Деи Потому Что К сожалению И На нашей Ниве Мы этого Не избежали Что Появилось Определенное Количество Людей Которые Вместо Обряда Славления Проводят Обряды Кормления В этом Плане Тоже Надо Быть Осторожны И Выборочны Потому Что Помимо Обретения Имени Вот В нашем Случае Вы обретаете Как бы Дополнительное Покровительство От своего Рода Потому Что Они Уже Вас Знают Под Этим Именем Изречены И Какой-то Возникает Удел Кого-то Из Божеств Кого-то Из Светлых Богов Кто Является Именно Вашим Родовым Богом Который Ведет Ваш Род В первую очередь Это Вот Такие Вещи Алексей Ну что ж Алексей Скажет Что Музыкальная Пауза Подошла Добро Послушаем Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из Современных Календарей 19 Мая 2016 Года Четверг По одному Из Старин В 38 День Месяца Посев Наречения 7524 Лета Четверик Обряд Именно Речения Такова Тема Сегодняшнего Эфира Главный Соведущий Сури Яр Друзья Как Песня Понравилась Нет Думаю Что Понравилась Сам Себе Отвечаю Ну что ж Продолжаем Разбирать Тему Тебе Напоминаю Что вопросов Достаточно Много Уже Так что Имей это Ввиду Как бы В общих Чертах Мне кажется Мы Изложили Там Может быть Между вопросами Еще что-то Будет Слывать Нет Ну Или Ты Можешь Там Еще Или Или Дополнишь Или Вопрос Какой-то Да Я думаю По ходу Эфира На вопросы Будем Отвечать Вот И Там Будем Что-то Дополнять Потому Что Какой-то Общий Момент Мне кажется Более-менее Удалось Изложить И Теперь Мы Развернем Опираясь На вопросы Я думаю Так Ну да Да Тема Довольно Хорошо Раскрыта Теперь Будем В частности Уже Ударяться Не расшибая Себе Лбов Сколько вопросов Я прокручиваю Прокручиваю Когда же Думаю Уже Прокручивание Закончится Скоро Прокрутка Сломается Вот Нашел До начала Вопрос В эфир Земной Поклон Сурьяру Алексею И всем Создателям Радио В одном Из эфиров Сурьяр Обмолвался Что Выложит Книгу Не Зарю Где Можно Ознакомиться Аль Запамятовал Не Запамятовал Просто Смысл Такой Что Скажем Она Ну не в рукописном Конечно Виде Там В Не В Не напечатанном Она пока По внутренним Кругам Ходит А так Хотелось бы Наверное Еще ее Немножко Перепроверить Там Половедающих Чтобы Посмотрела Чтобы Не было Разночтений Ну Чтобы Людей Не вводить В непонимание В морок Не введем Но Чтобы Было Все-таки Более Четко Поэтому Ну В каком-то Недалеком Времени Я думаю В любом Случа К осени Это уже Будет Гарантированно Смотри Никто тебя за язык Не тянулся Он сказал На начало Осень Главное Слово Аз Есим Аз Однаку Как говорил Чукча В анекдоте Известном Елена Три семерки Вопрос эфир Как узнать Имя своей Сущности О как Ну Желательно Ведающего Который Посмотрит Там Приочном Или заочном Неком Общении Может быть И Это проявится И откроется Почему нет Но Я говорю Просто Самому Для себя Это сделать Достаточно Сложное Это Откровенно Колесников Денис Задает вопрос И как же Пройти Обряд Имя Наречения Если В небольших Городах Некому Провести Этот Обряд Ну Други Так как Я сказал Что По сути Это реально Очень важное Действо Я знаю Что Достаточно Большое Количество Людей Не скупилось Ни на Время Ни на Деньги Там Садились На самолеты И ехали В Сибирь Кто-то И до Владивостока Ехал Только Для того Чтобы Пообщаться С Человеком Сведущим Ну И точно Так же Там На наши Обряды Люди Приезжали Там Из Урала Из Сибири И Из юга Потому что Ну Слухами Земля Полнится И где-то По сарафанному Радио Люди Узнают И в общем-то Появляются Из 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 непонятных Дальних Далей Поэтому Точно так же Просто Есть Несколько Важных Кологодных Праздников Наиболее Как бы Предпочтительные Для наречения Это Каледа Это Камоедица Это Купала Это Овсень Таусень Или Новолетие По осени Для Именно Речения Наверное Лучше Это Каледа И Купала Когда Реально Меняются Ходы И Очень Высокий Уровень Взаимодействия С небесами И силами Всеми Родовыми Возникает Поэтому Городок Маленький Но надо Просто Посмотреть Может быть В не очень Далеком Каком-то Месте Если вы Достаточно Серьезно Относитесь К этому Вопросу Кто-то Из Достаточно Сведущих Людей Способных Провести Качественный Обряд Именно Речения Может Оказаться Интернет На сегодняшний День Достаточно Широко Охватывает И Деяния Подобные И По всей Стране В общем-то Это Представлено И Судя по всему Раз вы Вопрос Задаете Знаешь Присутствие В интернете У вас Есть Вот Поэтому Посоветовать Могу Только Это Так Надеяться Что Кто-то К вам Приедет Или у вас Произойдет Какое-то Самое Озарение Ну Наверное Не стоит Просто Приложить Усилия Условно Чем Больше Вы приложите Полноценных Усилий Тем Ценнее Для вас Будет Тот Дар Который Возможно Удастся Обрести Но Опять же Говорю Надо Подходить Осторожно Сдержанно И По большому Счету Не надо Торопиться Надо Подойти Я говорю К этому Осознанно И Выбрать Человека Того Следующего Которому Можете Довериться Потому Что Как бы Получив Вот это Настоящее имя Вы реально Получаете Очень Серьезную Потвору В своей Жизни Серьезный Оберег И Много Много Разных Еще Дополнительных Возможностей Ну и Обязанностей Естественно Тоже Алексей Вопрос От Олега Из Иркутска Сурьер Здравия Планируешь ли Ты Издание Литературы Про родовой Мудрости В частности Книг По Славянским Именам И их Значение Или может Подскажешь Интернет Ресурсы С данными Сведениями Благодарю Благодарю Здравия Ну Это самое Книжки По именам Ну и По толкованию Имен По выборам В общем-то Они есть И конкретно По именам На сегодняшний день Я не планирую И Честно говоря Не вижу Особого Смысла Потому что Основы Мира Понимания Это конечно Необходимо Понятие О именах Это тоже Необходимо Ну Как бы Информации Даже в том же Интернете Есть достаточно Достаточное Количество Печатных Книг Там И В одной Из старых Объединений Там Калужская ССО Они уже Не одну Книгу В этом направлении Именно Что касается Имен Издали Там Может быть Не все Бесспорно Но Достаточно Большой Объем Информации Можно там Подчеркнуть Просто Я-то Рассматриваю Всегда Все в целом Как это В нашем Родовом Обычай Как это Соотносится С нашим Миропониманием И как это Способствует На Улучшению Увеличению Качества Нашего Миропонимания И Способом Взаимодействия С землей С небесами С родовичами С предками С богами Алексей Вопрос в эфир От Светланы Обряд Именно речения Это то же самое Что и обряд Упанаяна То есть Второе рождение Ну В какой-то Мире Можно и так сказать Потому что В индийской Ведической Традиции Допустим Брамина Да Их называют Дважды рожденными В Той Традиции Которая Христианской Там точно так же Иисус говорил Что вам надо Дважды родиться От воды и духа Ну там Кто может быть Погружен В эту экзегетику В эту смысловую Составляющую Понимает О чем Это говорится Естественно Это можно Назвать Вторым рождением Но опять же Можете родиться А можете Не родиться Как я говорил При условии Если вы Поработали Над собой При условии Что вы Серьезно К этому подошли При условии Что У того Бредодея Который Будет совершать Этот обряд Для вас Есть достаточный Уровень посвящения Скажем так Потому что Посвящение В данном случае Все таки Оно не дается Людьми А в данном случае Это посвящение Как раз От более Вышних предков Алексей Хорошо Вопрос Эфир От Владимира Измытич Сурьяр Вопрос По именно Речению Какое чувство Приходит Человеку Когда уже Пора Пора Ну так И называется Уже Пора В левый Ноздре Засвербить Должно Зачесаться Под пяткой Я в этом плане Я говорю Как уже Говорил Я в этом плане Все таки Говорю Не надо Словно Следовать Моде Не надо Подрываться Со стула И бежать Потому что Тут лучше Как бы Немножко Подождать Когда Вы Соприкоснетесь Все таки С родовым Обычьем Достаточно Большой Степени Когда Вы Поймете Что Это Одна Из Необходимых Частей Вашего События В этом Мире Тогда Чтобы Утвердиться Условно И в своем Делании И в своем Деянии На земле И в своем Взаимодействии С высшими Небесами Тогда Есть Смысл Поискать Но Я говорю Это все таки Внутреннее Ощущение Что вам Это Необходимо И оно Приходит Оно Возникает Достаточно Четко Потому что Человек Говорит Кто я Потому что Очень много Людей Приходят С тем вопросом Кто я Кто я И как бы Возможность Обретения Имени Это как раз Одна из Возможностей Один из Способов Ответа На этот Вопрос Алексей Хорошо Следующий Вопрос Огнем Означает ли Это Подмену Оригинальному Порядку По ряду И Какие Эзотерические Последствия Могут быть При смене Стихий Употребленных При очищении Ты Как человек Умный Растолкуй Немножко Мне Чтобы я Смог Ответь Какой Оказывается Да не знаю То ли Здесь Начало Проглоченного Вопроса Самое Начало Может быть Там Дернулось Вверх Строчкой Поэтому Не весь Вопрос Попал Адам Сейчас Попробуем Уточните Пожалуйста Вопрос Еще разок В чате Я тогда Еще разок Его Зачитаю Потому что У меня такое ощущение Что в начале Просто Где-то Одна строка Или две Убежали Ладно Пока Зачитаю Следующий вопрос В эфир Денис Из Белгорода Сурьер Где найти Обряд Дадея Если их Нет И в открытом Доступе Как отцов Христианских Как тогда Все-таки Провести Этот обряд Ну Просто В данном Случа Мне послышалось Что Человек Сказал Где их взять Если их Нет Нет Я говорю Они есть Просто Вопрос Открытого Доступа Ну Тут Дело Такое Открытый Доступ Я говорю Окно В мир Там По-инглиндски Там Windows Называется Там Думаю Большая часть Изложена Конечно Какая-то Часть Тех Ведунов Которые Реально Имеют Высочайший Уровень Посвещения Она Ни в коем Образе Там не Представлена Но Как я Сказал Вот те Условно 5-6-7 Человек Они все-таки Как я Вижу В той или иной Степени В интернете Присутствуют И Если Там Как бы Обратившись К какой-то Людской Молве Или Там Идя По Наитию Скорее Всего Можно Все-таки С ними Каким-то Образом Сопрекраснуться В этой Жизни И Вполне Возможно Попасть На обряд Именно Речения Поэтому Они Есть И Как бы В данном Случае Надо Искать И Находить Алексей Так Нашел этот вопрос Полностью Станислав Аргентинец Вопрос в эфир Сурьяр Здравия Обряд крещения В РПЦ Проводится водой А не огнем Означает ли Это Подмену Оригинального Поряду И Какие Эзотерические Последствия Могут быть При смене Стихий Употребляемых При очищении Вот Он был Такой вопрос Ну Я примерно Так его и понял Но Хорошо Что эти две строчки Возникли Оно стало Более понятно И отвечать Соответственно Легче Как я тебя попросил И как человек Следующий Поправил Ну Тут Не вопрос Как бы Смены Да Потому что Вот как я говорил Что мы В обряде Именно речения Делаем Очищение Всеми стихиями Ну Так как Для нас Они все Для нас Священны Вот Но сам по себе Обряд Я говорю В основе Обряд крестения Возжигание Священного огня Принесение Треб Возношение Мол И слав Вышние небеса Присутствует А Эзотерические Последствия Имеется Ввиду Если Все Я говорю Опять же Возвращаясь В предыдущем Если Обрядодей Имеет Достаточный Уровень Посвящения И Он Как бы Не Прячется Под Условно Светлым Ликом А на самом Деле Почему я Грю Что сейчас Достаточно Много Могло Оказаться Что Место Обряда Где Возносится Слава Происходит Кормление Поэтому Тоже В этом Плане Надо быть Достаточно Бдительным И осторожным Я объясню Сейчас Как это Проверяется Для любого Человека По большому Счету Вот этот Чтобы попали Не на обряд Где слава Возносится А где За счет вас Кого-то Пытается Подкормить Сейчас Я Коротенько И как раз Может быть В струю Ответа На данный Вопрос Немножко Попаду По большому Счету Что происходит На Обрядах Светлого Толка Потому что Есть Обряды И не Светлого Толка И как Правду Говорят Есть и Светлые Боги Есть и Тымянные Боги То бишь Боги Пребывающие Во тьме Вышние Боги Как правило Они пронизывают Все В всем мире И во всех Ситуациях Бывают Тымянные Боги В данном Случае Может оказаться Что это Не совсем Боги Или совсем Не боги А то Что скажем Как бы Демонические Сущности Которые Имеют Достаточно Много Сил Но Сила Их Не распространяется Ни на наш Мир Ни На возможности В этом мире И только Получая От нас Божественный Свет Они могут С этим Миром Взаимодействовать Поэтому Они Бывают Часто Привлекают Людей Которые Ищут силу И каких-то Быстрых Способов Своего Восхождения Не в небеса А Корысти К власти Еще К чему Вот Они Как бы Выбирая Таких Людей Дают Им Определенные Возможности Дают Им Определенные Силы Как Являются Их Проводниками По темным Мирам Залогом Их Взаимодействия Является То Что Они Собирают Какое-то Коло Собственно В любой Религиозной Конфессии То же самое Может Происходить Просто Это Надо Понимать Что Это Не касается Нас И Практически Большинство Эзотерических Групп Не имеющих Реально Какого-то Светлого Выхода Они Как раз Пребывают Вот В такой Ипостаси И Достаточно Большое Количество Эзотериков Скажем Так Они Пришли В Нашу Традицию Поняв Что Здесь Достаточно Много Открытых Чистых Людей Которые В общем-то Готовы Своим Светом Делиться И вот Прикрываясь Упоминания О нашем Родовом Обыче Они Вот Я говорю Занимаются Такими Делами Ну Определять Это В общем-то Если С первого Раза Это Не Получается Ну Как бы При Неоднократном Взаимодействии Это Практически Гарантированно Можно увидеть Значит После Обряда Если Была Там Эйфория Какая-то Вдруг Возникла Она Достаточно Быстро Сменяется Упадком Может Возникнуть Какое-то Расстройство Увидите Что С кем-то Из близких Или там Хороших Знакомых Начали Портиться Отношения Вот Это Как Признаки Того Что Вы Не На пути Света Находитесь Поэтому Смотрите За собой Есть Упадок Есть Какое-то Затемнение Сознания Есть Какое-то Расстройство Есть Проблемы С Близкими Людьми Значит Вот Сюжет Скорее Всего Может Оказаться Таковым Потому Что Как Вот По Тем Обрядам Где Я бывал И Собственно Говоря После Наших Обрядов Слава Богам Это Уже Далеко Не Первый Год И Честно Говоря Там Людей Приходится Чуть Потом Не Выгонять Скайпище После Обряда Потому Что Хотят Еще Не Самого Обряда А Просто Находиться В этом Свете В этом Поле Который В общем-то Возникает Во время Обряда Поэтому И Обращаясь К тем Или иным Обрядодеям Будьте Бдительны Внимательны И Понимайте Что Если После Обряда У вас Есть Доброе Ровное Хорошее Состояние Возвышенное Которое Не Экзальтирует Вас Не Как бы Не раскачивает Вас Эмоционально И как Хорошо Сказал Один из Наших Я После Обряда Как будто Вот Вышел Из сауны Чистый Обновленный Она в сауне Не была А ощущение Точно такое же Для меня Это четкий показатель Для него Помимо Того Что он Может передать Какие-то Свои Физические Чувства И ощущения У него Все-таки Достаточно Хороший Еще уровень Видения Поэтому Он Описывает Еще Определенные Параметры Чтобы не водить Людей Как бы В лишнее Умствование Как бы Отойду Просто скажу Что Вот Человек Так Определил Что я Очистился Вышел Как из сауны В сауне Вроде не было Ощущения Вот такое Ну Измонит Словно говоря Алексей На эту купалу Которую Ты будешь Проводить Со своими Соратниками Будут Ими Наречения Да Естественно Обряды Будут Именно Речения Очищения И в общем-то Много бесед Будет Ну и собственно Говоря Заряд от купалы Когда собрались Радовичи Искренние И побыли Несколько дней Вместе Он конечно Ну Колоссален По Своему заделу В плане Вот Нашего Внутреннего Переустройства Обретения Светимости Поэтому Да Ну и так Как Немножко Расскажу Ну В этом году Мы Будем Купалу Делать Под Москвой Там Недалеко Там 70 Где-то Километров От Москвы Добраться Можно Там На Небольшой Но Хорошей Реке В хорошем Месте Вот Если кому-то Интересно Там Купала Москва В Вконтакте Можно Набрать Группу И в общем-то Уйти Увидеть И понять Где она Будет Если есть Возможность И собственно Говоря Всех Радовичей Которые Хотят Кола Реально Строить И в общем-то Переходить Уже К тому Времени К той Системе События Когда мы Не разговариваем И там Не периодически Присутствуем На празднике А уже Созидаем Тот мир На основе Того Миропонимания Которое У нас У всех Есть И оно В достаточно Большой Степени Является Общим Потому что Общее Естественно У нас Есть Но наше Понимание Все-таки Немного Различно Алексей Так Понятно Значит Ищите Купала Москва И Будет понятно Где он будет Проводиться Но в общем Недалеко От Москвы Ингварь И Елена 77 Задают Вопросы Которые Пересекаются Друг с другом Первое Звучит так Как Проверить Действительно Человек Способен Увидеть Имя Или Жульничать Называет Себя Как попало Или Называет Другого Как попало А вот Елена Уточняет А кому Можно доверять При Именно Речения И именно Речения Кому Можно доверять Ну Тут Тоже Вопрос Непростой Как я Уже Говорил Что Даже Выходя На простой Обряд Надо Сохранять Достаточно Большой Уровень Бдительности Да И Как я Там Ну Вот Всем Людям Когда Если вы Не доверяете Обряда Деек То Лучше В обрядовое Коло Не вставать Вот Но Сейчас В общем-то Слава Богам Слава Роду То Что Много Уже Людей И прошли Обряды На речении И в общем-то Не один Год Уже Люди Там Ведут Обряды И Собственно Горяя Вот это Сарафанное Радио Работает Достаточно Хорошо Если вы Обратитесь Там В своем Кругу В котором Вы общаетесь Где-то Там В ту или Славянскую Леведическую Общину Вы Найдете Тех Людей Которые Прошли Именно Речения И в общем-то Они Расскажут Там О своих Ощущениях О В том Уровне Доверия Которые У них Было Посмотреть Посмотреть По сторонам И послушать Людей Потому что Условно Если человек Там Откуда-то Вынырнул И Говорит Спасу всех И помогу Все Тут конечно Надо Изначально Уставниться Так уже Сейчас есть Возможность Проверить Послушать Обратиться И понять Как что Алексей Ну да Но хотя Некоторые Выныривают И правда Обличены Чем-то Таким Но это Другой Разговор Ладно Может быть Я не говорю Что Но просто Как Если у тебя Нет Своего Уровня Различения Если у тебя Нет Своей Меры Ну Я бы Лучше Отошел Назад Но это Мое Личное Мнение Нежели Как бы Так Бросаться Из огня Да В полымя Ну Суть Того Что Сказал Понятно Просто Как бы Так Пару Срочек Не более Того Уж извини Не более Того Ингварь Вопрос Эфира Твой опыт В имя Наречения Это В плане Наречения Или Кого-то Другого Участия Нет Естественно Я провожу Обряды Имя Наречения Многоценно Света Хочет Попытать Тебя Имя Наречения Изменяет Предозначение Человека Да Оно Не изменяет Наверное Само Имя Наречения Само Предназначение Если Имя Вышло Хорошо И четко И ну Как бы Проявилось Она Наоборот Позволяет Человеку В большей Степени Вернуться К своему Предназначению Потому что Как вот Живущий Обычный Человек Он живет Обычно Плотскими Делами В малой Степени Душевными В очень Малой Степени Потому что Точно так же Никто не думает Что Душевность Нашу Нам точно Так же Надо развивать Как и Все остальное Вот И поэтому Человек Как таковой Пока Не встал На путь Духовный В том числе Он не имеет Полноты Своего События А если Встал Значит Полнота События Начинает У него Увеличиваться Нарастать И соответственно У него Значительно Больше Появляется Шансов И возможностей Для того Чтобы реализовать Своё Предназначение Алексей Да Здесь наверное Надо понять Что Вот это То что Предназначение Человека Изменяет Если Человек Изменил Изначально Своё предназначение В кавычках Хотя трудно Конечно Сделать Да Вот Большинство людей Так и живут Да Большинство людей Так и живут Им кажется Что вот Их предназначение Это зарабатывать Деньги Три машины Иметь Сто квартир На вертолётах Летать Они начинают Подражать Сему кому Не лень И вот Получается Такая проблема Беда А тут Они просто Возвращаются К своему Предназначению В жизни Они ощущают Восстанавливается Их ощущение Кем они Должны себя Проявить Чего они Должны добиться Кто они В этой жизни Вот это Очень важно Потому что Если ложное Предназначение Выдуманное Или Подселённое То в этом случае Человек и живёт Ложной жизнью Никакого добра Он с этого не получит Ни себе Ни своему роду Ни своим родам Ни державе Ничему Никому Потому что Ну что такое ложь Ну что-то поверхностное И не более того А там что внутри Никто не знает Вот Так что имейте ввиду А тут Открывается пласт целый Кто ты Зачем ты Почему Сколько раз Для чего И так далее Так что Не изменяет А возвращает Предназначение Я Гриша А вопрос в эфир Здравия Сурьер Куда Пожертвовать деньги Тебе на нормальный микрофон На то сплошные шумы идут Это в самом начале было Потом это всё поправили Так что Если хочешь Чтобы тебе деньги пожертвовали Можешь сказать Деньги Жертвуйте сюда И оттопыривай Карман пошире Ну ты же знаешь Я всегда оттопыриваю Карман и говорю Вот есть Алексей Есть радио Жертвуйте туда Когда у него станет много Я скажу Дай немножко А ну-ка делись Так Хорошо Ладно Вы слышали куда Да Все слышали Заметьте Не я это предложил Второе Сурьяр Я буду И впредь предлагать Хорошо Благодарю Сурьяр Ведьма Алена Полынь Говорит Что при переходе Из христианского Славянский Игрегор Христианский Можно Христианский Может наказать человека Лишив его здоровья Если У Того Есть долг Перед этим Игрегором Так ли Это Ну Хочется сказать Мягко И грубо Одновременно Вот Но я сделаю Наверное Не так Давай В нашем доме Не выражайся Хорошо Ну Смысл такой Что Как я говорю Взаимодействие С Игрегором Как я объяснял Оно в любом Из нас есть К сожалению Ну К счастью Это не скажешь К сожалению Почему Потому что Оно находится В несознательной Нашей части В неосознанной С Игрегором Христианским Я имею ввиду Потому что Если бы мы Были осознаны Значит Мы бы уже Старались выйти На более высокий план То есть Взаимодействовать С божественными Небесами Не с Игрегориальными В том плане Что Есть какие-то Долги Если ты признаешь Этот долг Или ты сам Себе его придумал Конечно же Он будет с тобой Работать И Будешь искать Способ Его отдать Но Еще несколько лет назад Как было Вот Лея говорит Вот я там Отошел От христианского Игрегора И там Вот у меня Посыпалось И с бизнесом Проблемы И еще что-то И в этом И в этом Типа Он же дает Защиту И возможность Ну Там Дает он Как бы Возможность Да Взаимодействия С теми же людьми Которые идут путем Большей частью Корысти Но не потому Что Там Условно Христианство Корысти Надо говорить Просто Над Христианством Есть Более Древние Грегоры Которые Являются Его Ядром Это Грегор Иудейский Вот И все И поэтому Собственно Говоря Все Вот эти Понятия О Силах Или там Богах Ревнителях Которые Там Не разрешают Отходить Ни шаг влево Ни шаг в право Ни назад Это как раз Оттуда И В данном Случае Вопрос Вашего Доверия Вот этому Или принятия Это Вас Но На сегодняшний день Я скажу так Просто Раньше Люди Отходили И повисали Потому что Силы Самим Пройти Высоко Нет А так Как бы Некая Иллюзия Защищенности И подключения Через Игрегор Возникает Это надо Признать Совершенно Четко Собственно Говоря На этом Игрегор Живет И за счет Этого Кормится Что дает Людям Иллюзию Защищенности И подключения К небесам Вот Но Просто До определенного Момента Наши небеса Славянские Русские Они были Проявлены Достаточно Слабо И Не были Так вот Структурированы Как сейчас И поэтому Любой человек Григоташечный Он не мог С ними Особо Взаимодействовать Ну и сейчас По большому счету Придя На любой Обряд Придя Взаимодействовали Там Общаясь С какой-нибудь Более-менее Справной Общиной Ты уже Имеешь Эту возможность Взаимодействовать С нашими Небесами Вот И все Они точно Так же Сейчас Выстраиваются Они точно Так же Сейчас Набирают Большую Плотность И силу И собственно Говоря Мы только Тогда Вернем Себе Все Свои Права Когда Кроме Земного Бытия У нас Будет Полноценно Выстроены Небесные Чему Я говорю Что Как В прошлой Беседе Говорил Что у нас Есть Три Общинных Заповеди Которые В общем-то Нас Выводят Всегда На правильный Ход Храни Род Береги Землю Держи Небеса Это Три Единства Нашего Бытия Земля Наш род И небеса То В чем Мы Пребываем Сейчас Полнота Уже Определенная В этом Ключе Есть Но Каждый Должен Понимать Что Каждый Несет Свою Личную Ответственность В том Что Небеса Наши Наполнялись Нашей Славой Нашей Силой Нашим Светом Потому Что Мы Род Единый Род Земной Род Небесный В единстве Пребывающий В единстве Путь Свой Пролагающий Так Говорится Алексей Да Здесь Тоже Еще Хочется Дополнить К тому Что Сказал Все Очень Верно Сказал Но Еще Уточнее Такой Акцент Надо Понимать Что Такой Игрегор Игрегор Это Некое Информационно Энергетическое Формирование Которое Часто Переходит В силовое Или В какое Либо Другое Но Это Сгусток Некий Который Питают Люди Те Которые Способны Думать Которые Способны Какую-то Энергию Отдавать Вот Представьте Себе Матрицу Матрица Фильм Я имею Ввиду Она Что Делала Она Питала Свои Машины Которые Эту Матрицу Создали За счет Энергии Людей Людям Что-то Снилось Людям Давали Какую-то Информацию Какие-то Якобы Знания Им Казалось Что Они Достигли Какой-то Власти Или Достигли Какой-то Красоты Или Достигли Еще Чего-то Какого-то Успеха На самом деле Находились В коконах Как младенцы Сидят В каком-то Пузыре И все И только Те Которые Отключались Они Осознавали В каком Кошмарном Состоянии В каком Ужасе Они находились Вот Примерно Игрегоры Все Так или иначе Они напоминают Эту матрицу Опять Я не уточняю Какой-либо Нет разницы Какой И вот Что происходит Когда человек Хочет выйти Из Игрегора Естественно Представляете Игрегор Теряет Одного Одну батарейку Которая до этого Его питала Ну вот Понравится это ему Ну нет конечно Но у него же тоже Появляются Свои какая-то Элементы Разумности Мышления Разумности Нет Мышления И естественно Что он цепляется За любую батарейку За любой Энерджайзер Который Его способен Питать И поэтому Здесь происходит Следующее Ну вот ты сидел У меня Вот здесь В тепленьком Ну и хорошо Тебе было Какого фиг Ты дергался Но вот эти Все моменты Происходят Только в том Случае Вот это Очень важно Когда человек Не совсем Уверен Или когда он Совсем не уверен Он это делает Из-за страха Он из-за страха Пытается пройти Обряд Раскрещивания Он из-за страха Пытается пройти Обряд Наречения И так далее Друзья мои Страх И ведическая Основа Наша древняя Славянская Русская Она никакого Отношения К страху Не имеет То есть страх И ведическая Основа Они не связаны Между собой Если вы чувствуете Что у вас есть Хоть какая-то Доля страха Вот тогда Через этот страх Любой Игрегор Неважно какой Будет на вас Воздействовать Если же страха нет То вы должны Просто понять Вы подключаетесь К своему родовому К своим богам Если вы на стороне богов Кто кроме вас Но Игрегор же Он всегда ниже бога Игрегор Это информационная Некая составляющая А боги Это то Что есть все Которые везде Могут проникать Все могут делать Они сотворяли этот мир Они знают Как здесь все работает Но просто подумайте И поэтому Вы должны определиться Так вы из-за страха Это делаете Или вы делаете Это по осознанию И пониманию Что так должно быть Если последнее То никакой Игрегор Вам не страшно Никто не имеет права Нарушить вашу свободу воли Никто Имеет право Даже самый-самый Извращенный Игрегор Даже самый-самый Извращенный бес Или кто-то еще Никто из них Не дернется Вот это просто Помните и все Дальше уже Ну Че еще говорить Все и так понятно Третья часть вопроса Андрей Ивашко Говорит Что у славяна Игрегора Вообще не должно быть Так как Игрегор Это система Лунных культов Что ты думаешь Об этом Ну Андрей Ивашко Конечно Интересный Человек Вот Но Вопрос Такой Что каждый из нас Является Светоносом Да И соответственно Если вы Фиксируете свое Внимание на чем-то Значит Как я говорил Вы туда свою Животворящую силу Отправляете И если вас Таких условно Собралось Строе Вы уже Начинаете Формировать Игрегор Поэтому Игрегоры Они возникают В постоянной В постоянном режиме Просто Многие из них Потом развеиваются И Ну как бы Исчезают То есть Ваша же Животворящая сила Она просто так Была израсходована И точно так же Разошлась В пространстве Поэтому Вопрос такой же Просто Опять же Каждый Игрегор Имеет в себе Некую Там Ну не сверхидею А Некую Ключевую мысль Скажем так Которая Вот Фиксирует Ваше внимание И одновременно Является его Как бы Зародышем Этого Игрегора И Она же Эта же мысль Определяет Характер Этого Игрегора Понимаете Почему мы Как бы Христианский Игрегор Он сформирован Людьми Которые Как бы Проецировали Одну и ту же мысль И эта мысль Она является Основной мыслью Этого Игрегора А так как Большинство Людей Стремящихся В этом Они Как бы Просят Они В общем-то Корыстны Тот же Самый характер Они передают Этому Игрегору И поэтому Я говорю Что есть Игрегоры Которые Соответствуют Божественному Плану И по сути Наша душа Наша душа Как раз Взаимодействует С вышними планами С божественными Через Наших Предков Которые По сути В той Как бы По Как По Духовным Своим Состояниям Схожи С эгрегориальным Планом Потому что Навные поля Где пребывают Предки Это еще Не божественный План Но это план С которым мы можем Душевно Взаимодействовать В том числе Поэтому надо Понять что Да мы можем Это тоже назвать Эгрегориальным Планом Потому что Он По Качественным По проявлениям Очень во многом Соответствует И это надо Понимать Просто вопрос Что вот когда Ведающие Занимаются Формированием Или там Настройкой Или там Перестроением Эгрегоров Они знают Вот эту Ключевую мысль Которая там Должна быть Тогда И эта мысль Она соответствует Вышнему Божественному Плану Тогда Эгрегор Является Продолжением Божественного Плана Ближе к нам Вот просто Собственно говоря В чем Поэтому Эгрегор Это в данном случае Нехорошее Неплохое Слово Хотя Подавляющее Большинство Эгрегоров Оказываются Паразитарными Почему Потому что Люди Живущие на земле Они Как бы Условно Все свои Молитвы Большинстве Своих Наполняют Своей корыстью Злобой Непринятием Желанием Паразитировать Вот собственно говоря Они и есть Строитель А в нашем случае Наши Григориальные Планы Все-таки Замыкаются С одной стороны На богов Потому что Мы Чтобы вот этот Морок Нас не объял Мы все время Их призываем Раз Во-вторых Наши ведущие Все-таки Понимают Как они Устроены И они Являются По сути На себя Берут Эту необходимость Быть Зерном Этого Душевного Духовного Плана Который Созидает Потому что То что мы Называем Дух народа По сути Это тоже Эгрегор Потому что Дух народа Это Собирательная Наша Сущность Которая Пребывает С нами Но если мы Не наполняем Безусловными Светлыми Смыслами Если мы Не взаимодействуем Благодаря Ему С богами Значит он Точно так же Может превратиться В паразитирующую На нас Сущность Здесь надо То же самое Сохранять Всему Роду Всему народу Своё Понимание И бдительность И Как бы Только Собственно говоря Искренние Чистые души Вот видят Либо есть искажение Либо нет Алексей Здесь такая Небольшая Дискуссия Разгорается По поводу Раскрещивания Что Некоторые Люди Приходят На обряд И Втягиваются Обряд Раскрещивания Просто за компанию И Естественно Что С ними Происходят Какие-то проблемы Так вот Надо понять Что Когда Человек За компанию Что-либо делает Это называется Неосознанное Деяние Так За компанию А вдруг Сгодится И вот Это слово А вдруг Сгодится Говорит о том Или это состояние А вдруг Сгодится Говорит о том Что Он действует Не потому Что Это ему Необходимо А потому Что Вот Кто-то делает А вдруг И ему Будет Нужно То есть Это Из-за Скрытого Страха Страх Ну Это же Корысть Ну Конечно А корысть Она всегда На страхе Держится Я же Хочу Что-то Получить И я Вот Боюсь Что Не Получится Поэтому Дай-ка Я И тут Помолюсь И там Свечку Поставлю И на себя Что-то Повешу И назовусь Как-нибудь Ну Так За компанию А вдруг Поможет А вдруг Как Кто-то Диспешит Там Как Стадо Так вот Надо Понимать Что Если Вас Это Присутствует Вы Должны Четко Себе Признаться Что В данном Случа Вы Велики От Ведической Нашего Мировоззрения Ведического Нашего Мировоззрения И Не самый Это лучший Вариант Потому Что Все Что Делается На страхе Это Наша Противоположность Мы Всегда Все Делаем Наши Предки Все Делали По Любви Люди Богов Ведующие Ведующие Значит Не просто Знающие А мудрые И Вот Когда Человек Делает По Любви Все Это Говорит О том Что Он Находится В нашей Древней Ведической Традиции В наших Родах И По Конам Которые Нам Даны А если Из-за Страха То Это Уже Нововведение И Вот Тут Никакие Ни Раскрещивания Ни Крещения Ни Молитвы Ни Свечки И так далее Никакие Ритуалы В любой Религии В любом Веровании Они Не Помогут Это Все Будет Так Около Да Никуда То Что Называется По Сам Текло В рот Не Попало Вот Это Все Имейте Ввиду И Надо Всегда Быть Искренним И Никогда Ничего Не Бояться Тогда И Не Нужны Вам Будут Никакие Дополнительные Вот Эти Вот Обряды Непонятно Откуда Взявшиеся А вы Будете Заниматься Ими Те Обрядами Которые Должны Быть То есть Жить В ладу С природой Жить Так Как Надо Содержать Эти Три Принципа Которых Говорил Сурияр Следующий Вопрос Бывало Такое Что Современное Имя Произошедшее От боли Старо Совпадалось Тем Которые Давали Именно Речения Случались Такие С тобой Варианты Не Ну Просто Там Имеется Ввиду Что Потому Что Мы Не Даем Имена Какие Не Пободи Все Так Мы Даем Имена Которые Были В русской Славянской Традиции Там До Христианского Времени И Толка Вот Естественно Приходят Иногда Люди У которых Ну Условно Там Вячеслав Имя Станислав Борислав Что-нибудь Такое Ну И Как бы Говорит Можно ли Утвердить Я говорю Но Это Имя Есть Там Это В данном Случа Это Индивидуально Потому Что Бывает Что Как Настолько Человек Ну Вот Просто Предки Видно Кто-то Из Вот В этом Имени И Ну Это Было Буквально Может быть Раз Два Я имею Ввиду Что Имя Соответствовало Потому Что Я Смотрю Я говорю Ну Ход же Не Ладится Или Что-нибудь Такое Я говорю Давай Посмотрим Если Выйдет Имя Еще Потому Что Там Тоже Бывает Выходит Сразу Имя Выходит Через День Бывает И через Неделю А Бывает И через Там Условно 8-9 Месяцев Ну Имеется Это Не Не Фокус Это Не Фокус Потому Что Если Потому Что Если Имя Мне Не Открылось Это Значит Либо Я Не Вижу Этого Человека Либо Он Не Соответствует Либо Он Может Быть Другого Рода Совсем И У Нас Как Б Нет С Прикосновения Там Поэтому Я Не Никогда Не Подхожу С С Той Точки Зрения Что Человек Обязательно Должен Наречен И Нет Имени Вон Там Идите Смотрите Может Вас Кто-то Захочет Именно Речь Просто Я На себя Эту Ответственность Брать Не Буду Чтобы Сделать Вам Какую-то Нашлепку Вести Вести В Ту Или Степень Морока Алексей Хорошо Хорошо Давай Дальше Вопрос От Светы Сурьер Скажи Пожалуйста Что Означает Имя Артем А то Гуглу Не Доверяю Вот Ну Тут Как Сказать Тут Есть Несколько Мнений Насчет Этого Имени Его Происхождения Потому Что Тут Ар Как Это Земля Это И Свет Отраженный Если Кодово Слагово Или Даже К Буквице Мы Обращаемся Вот Темный Те Тема Тема Тьма Тьма Опять же Мы Разбираем Само Слово Тьма Да Оно Не Является Словом Плохим Как мы Его Привыкли Просто Тьма Это Там Где Свет Себя Не Проявляет Так Вот Если Так Кодово Слагово Разбирать Я В данном Случа Не Навяжу Ничего Я Чисто Просто Вот Даю Раскладку Не Добишь Это Землянин Идущий Земным Путем Собственно Гля Не Старающийся Постичь Вышнее Вот Так Можно Ни в коем Случа Не Навязываю Это Вот Просто Сейчас Буквально Сложил Не более Того Алексей Можешь Развернуть На 180 градусов Не буду Возражать Да Да Хоть На 360 В кульбитом Воздухе Дело В том Что Все Так Артемий Происходит Артем Это От него Происходит Артемия Все Так Это Не Славянская А Греческая Вполне Возможно Когда-то Греки Это Себе Взяли Потому Что Одно Из Значений Это Посвященная Богине Артемиде Вот И Отсюда И Артемия Идет То есть Посвященная Артемиде Вот Посмотрите Чем Занимался Артемида Кто Она Так Это Уже Греческая Богиня Ну А так Вообще Это Переводится Как Невредимый Или Безупречного Здоровья Многие Артемы Они Довольно Хорошо Контактируют С друзьями Своими Характерами Хорошие Дружелюбие Появляется Земной Путь По большому Да А так Если Вот Именно Как я Говорю Как Сурьер Подошел Потому Что Больше Подвинуть К нашему Да Потому Что Греки Много Взяли У нас То Да Арт Ар Это Понятно Кто Занимается Чем Вот Теми Но Все Это Уже Разобрал Так Что Разбирать Наверное Смысла Нет Но То Что Именно В христианстве Это Факт То Что Было Лето Древнее Наше Славянское Но У меня Таких Данных Нет Чтобы Артем Или Артем Были Четко Точно Как Славянское Древнее Наше Имя Так Что Здесь Мы Говорим Если Славянство Это Одно Если Мы Говорим Про Христианство То Это Немножечко Другое Ну Давай Дальше Вопрос Чуть Я Маленькое Уточнение Еще Просто Ты Все Четко Сказал Все Правильно Просто Когда Мы Развираем Кодово Слаговое Слаги Они Древность И Смысл Который Как раз Он Кочевал Из народа В народ Практически Не изменяясь Очень часто Так Было Поэтому Я И взял На себя Некую Смелость Зная Что Имя Происхождение Име Другое Как По Официальной Версии Немножко Его Разобрать Потому Что Если Человек Принимает На себя Даже Условно Это Имя Как Некое Кодово Слаговое Сочетание Оно Тоже В нем Начинает Работать При Условии Той Или Иной Степени Осознанности Хорошо Хорошо Ну Вообще Артемида Если Так Вот Мы Возвращаемся Опять же Это Богиня Охот Девственная Мифологическая Богиня Богиня Плодородия Богиня Женская Целомудра Покровительность Живого На земле Дающая Счастье В браке Помощь При родах Ну И так Далее Вот Так что Просто Имейте это ввиду Как так Дополнение Экскурс Вопрос Эфира От Михаила Из Москвы При воплощении В этот мир Чада Уже Знает Своё Имя Или Нет И что Может Сказать Сурияр Про процедуру Обряда Именно Лечения На это имя И было ли Такое В практике Что человек После имен Речения Говорил Что это И есть Моё имя Что я Вспомнил Благодарю Ну Таких Наверное Случаев Было Может быть Парочку Да Что Человек Вспоминал Как бы Соответственно Но Сейчас Вот Если Коловращение Вот это Воплощение Смена Меры И опять Воплощение Просто Многие Пришли Сейчас Уже С новым Духовным Опытом И Условно Старые Имена Их Они Как правило В большинстве Уже Не работают А то Что Какое Имя Пришло Ну Как бы Наши Люди Так как Обращение К небесам Все таки Делают Очень Очень Нерегулярно То Вот этот Пласт Своего Духовного Бытия Своей особи Для большинства Конечно Закрыт Просто Я Когда Вот Ну В хорошем Виде Не нахожусь Там Да Есть Отзвуки Прошлого Есть Отзвуки Будущего И Как бы В этом Уже Возникает Суть Суть А суть Потом Проявляется В виде Какого-то Слова Имени В данном Случае Ну Это Мой Опыт Там В той Ли иной Степени Наработанный В какой-то Степени Открытый Мне Что-то Передано Было Вот Ну Просто В какой-то Момент Я Смог Это Делать Более-менее Неплохо Объект У вас Суть Спросил Мужчина В госучреждении Вопрос В эфир Сурьяр А группа ВК Называется Купала 2016 Москва Да Хорошо Идем дальше Следующий вопрос Поступил От Олега Из Иркутска При Наречении Ребенка Закладывается Программа Которая Несет Энергетический Импульс Имени Ответственность Выбора Имени Лежит На родителях Отца В основном Можешь ли ты Сурьяр Для примера В эфире Привести Несколько Примеров Имен Даваемых Воинам Волхвам И по другим Варнам И родовые И собственные Имена Если не затруднит Благодарю Олег Из Иркутска Так Так Ну что-то Как Это самое Наверное Бум-бум-бум Давай Следующий Вопрос Я Чуть-чуть Подумаю Как бы Они естественно Эти все имена Есть стоят Перед глазами Просто Я немножко Растерялся В том ключе Что Вроде бы Их много А какое Сказать Не Вот Ну Условно У нас Как бы На Сейчас На слуху В основном Те имена Которые В той или иной Степени Как бы Принадлежат Витязям Даже Не воям Потому что Воев И по нынешним Временам Как я говорил Что по сути По Варне Своей человек Может И В низком Состоянии Находиться Ну вот Условно Даже Не низкое Просто Не достаточно Вой Это уровень Может быть Труженика Вой Это может быть Уровень веси Ну вот Как мы помним Что сбирали Там Солдат Командир отделения Командир взвода И вой Точно так же Витязь Это Генерал Ну вот Как сказать Княжеские имена Борислав Борисвет Как сказать Вот то Что касается Брань Слав Это все Как бы Относится Если старые имена Брать Потому что Сейчас Какое-то Количество Имен И новых Проявляется Ну Они все равно В основе Своей Имеют То же самое Сложение И Как бы Те Которые Следуют Этнографической Версии Вместо Родового Обычного Говорят Вот такого Имени не было Да Катета Старые имена Откуда Взялись То же Самое Когда-то Ведающие Где-то Боги Там Подсказали Помогли Проявили имена И имена Чем И в общем-то Мы славные Что Имена у нас Многочисленные И они Соответствуют Сутевой Составляющей Человека Для Для ведающих Людей Там Естественно Велимудр Светозар Яросвет Вот это Вот Все Имена Уже Проходы Или вот Князь Святослав Свет Славля То есть По Тем Как бы Отзвукам Историческим Там Быстворе Дошло Что все-таки Он Получил Практически Уровень Ведовского Посвящения И Через это Собственно говоря Преуспел Во многих Делах И По большому Счету Как было В традиции Раньше Есть и Сейчас То человек Пройдя Определенное Количество Кругов Уходил Именно Из светской Составляющей Жизни В духовно На чисто Ведовской Путь Или там Уже По уровню Своего Развития Мог проявиться Как волк Будучи Перед этим И воем Будучи Перед этим И тружеником Будучи Перед этим И витязем Поэтому Имен Много И собственно Говоря Вот это Разделение По Варновым Их тоже Много В интернете Поэтому Я сейчас Просто Не буду Наверное Дальше Здесь Распространяться Это Посмотрите Там Особых Противоречий Я Там В свое время Просматривал Когда Их тоже Не нашел Ты 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 Растерялся Как Хотел Сразу Спеть Песенку Здравствуй Милая Моя Я Я Тебя Дождался Ты Пришла Меня Не Нашла А Я Растерялся Вопрос Эфира От Виталия Из Киева Здравия Если Я Библии Экстремист Какой-то Если Я Библии Порубал Топором И Выкинул Мусоропровод То Я Себя Раскрестил Виталий Осторожнее Во-первых Да Зачем Зачем Это Делать Я Немножко Не Понимаю Да Нет Там Просто Было Как Где-то В форме Шутки Где-то В форме Некого Чуть Небесовства Я даже Так Сказал Хороши Все Шуточки Ну Ладно Где-то В шутку Ходит По интернету Такой Набор Сто Правил Неоязычника Или что-то Такое Купи Библию Разруби Топором Делай Два раза В неделю Понятно Что Это Бред И шутка Шутка Твои Деньги Нужны Издательству Которое Находится Чем больше Будешь покупать Тем будет Это издательство Более богатеть Как раз Самое-самое То Поддержи Наше издательство Побольше Уничтожи Нашего литературы Главное Побольше Поэтому Как я сказал Само по себе Раскрещивание Даже термин Он уже Как бы Имеет Определенную Как бы Крезну Потому что На уровне Как бы Первичного понимания Человек Типа Воспринимает Как снятие Креста Ну Во-первых Крест Это тоже Один из наших Символов Это надо четко Понимать Что он равновесие Земли и небес Олицетворяет Само по себе Потому что он Равновесный Крест Как таковой И даже Все Подавляющее Большинство Крестов Которые есть На крестях На церквях А это все-таки В большей степени Символы Даже бога Вот надо Как бы Так понимать Что Если видите Снизу Лодочку Это значит Даже бог По сварге Золотой Что есть Купол Плывет И как бы Если Посмотреть Там на Киевскую Как откуда Был Вопрос Эту Киево-Печорскую Лавру Так там Чуть не половина По-моему Крестов Они как раз Восьмиконечные Потому что они Четко Олицетворяют Сурью Даже бога Ирилу На В небесах Идущим Поэтому Тут не вопрос Расскрещение Вопрос Как бы Обретение Нашего Миропонимания И Жития И бытия По нему И когда Оно пропитывает Ваше сознание Потом Вашу душу И формирует Ваш дух Вот тогда Вы Собственно говоря Приобщились Полностью К К родовому Обычаю И в общем-то Чужеродные Разные Вероучения Они В меньшей Степени Задевают И беспокоят Вот Вам Вопрос Об этом Алексей Да Надо еще Пометить Себе Как-то Вы говорите Что Вот То Что Здесь Было Сказано Не знаю Шутку Не в шутку Это Не методы Человека Который Возвращается К своим Корням Но Никогда Не было Ведической Культуре Бороться С какими-то Символами Бороться С какими-то Книгами Даже И народными И другими Это Во-первых Глупо А во-вторых Это Ну Абсолютно Не наши Методы Ведическая Культура Она Подразумевает Знания А не то Что Вот Взять Что-то Там Порушить Разрубить Уничтожить Ведь Даже Если Эта книга Вам Не нравится Ну Какой Смысл В том Что Вы Ее Разорвете Разрубите Что От этого Лучше Вы сделали В мире Что От этого Произойдет Хорошего Может Благодаря Этому Державу Что Либо Построится Или Ваши Рода Станут Сильнее И умнее Ну Вот Как-то Меня Честно Говорят Терзаются Мутные Сомнения Как В одном Из Известных Советских Фильмов А дальше Алексей Да Я Немножко Еще Уточню Смысл Такой Что Заповед Говорится Примерно Следующее Дословно Скажу Изучай Мудрость Других Родов Но Следуй В первую В очередь Мудрости Своего Рода Почему Потому Что Мудрость Твоего Рода Проверена Сотнями Колен Поколений Предков Бывших Прежде Тебя Но Я говорю Никто Не запрещает Изучать Мудрость Других Родов Ежели Она Таковой Является Просто Правду Своего Рода Не Меняй На Чужое Вот Чем Ропрос Ну Ну да Идите Через Мир Разные Познавайте Их Но При этом Это Не означает Что Вы Должны Стать Частью Этих Миров У вас Есть Свой Мир У вас Есть Свои Рода У вас Есть Своё По Роду То Что Сейчас Генетика Называется Вы Когда Смотрите Например Инфузорию Микроскоп Просматриваете Вы Изучаете Инфузорию Вы Не Становитесь Инфузорией Или Когда Вы Читаете Какие-то Легенды Древней Греции Но Вы Не Становитесь Греком Или Когда Вы Читаете Какую-либо Другую Литературу Да Вы Изучаете Чтобы Для чего Для того Чтобы Свой Кругозор Расширить Для того Чтобы Стать Может быть Умнее И иметь Представление Об иных Народах О том Как Они Живут Но При этом Это Не Значает Что Ваша Мама И Ваш Папа В Одночасти Станут Тоже Представителями Иного Народа Они Как Были У вас Так Они Останутся Берегите Свои Рода Это Ваша Задача Но При этом Никто Не мешает И наоборот Приветствуется Что Вы Будете Знать Об этом Мире Все Как Здесь Что Устроено Почему Комар Литает Пищит Почему Корова Мычит Почему С неба Что-то Падает Почему На небо Что-то Поднимается Это Все Очень Правильно Очень Хорошо Здесь Надо Так Подходить Всесторонне Не так Что Это Не мое Это Порублю Ну Неправильно На мой взгляд Неправильно Хотя Можете делать Что хотите Вопрос Эфир От Олега Из Иркутска Сурьер Какое Значение Словообразование У женского Имени Параша Ведь Некоторым Русским Именам Ворогами Предавались Негативные Образы Благодарю Уж Ты По Олюшко По Раня Да Ну Вообще Как бы Это тоже Происхождение Имени Римская Наверное Просковья Алексей По професи Или римская Или грейская Нет Здесь надо смотреть Смотри Здесь именно Идет уже разговор Сокращенно Да Это сокращенно Но надо понимать Что у нас И были свои имена Которые были созвучны Вот то что Просковья Это ты что-то сказал Это не наше имя Вот То что там были Полина У нас было Немножко другое Здесь Надо смотреть От какого имени пошло И что это означало Поэтому Давайте так Если мы от греческого Или римского Это одно А если вы хотите Знаете Какой-то древний наш образ Какое-то древнее имя Созвучное Там будет совершенно другое Здесь нам сейчас Остается с тобой сидеть Просто гадать Но Благодарно ли это занятие Да Вопрос Он с одной стороны И не сложный Но Не понятие Как бы Что человек берет За исходное Конечно Конечно Он умеет Чтобы Поменяли смысл И потом Как бы Одно и то же слово Вроде бы звучит Потом В определенных местах Говорят Ваше место Возле там Примерно Используя А так имя Да Но вроде Звучное И приятное На слух Опять же Если не Не вдаваться В древнюю Семантику Поэтому здесь я говорю Гадать мы можем бесконечно Надо понимать От какого имени Вы отталкиваетесь И что вы называете Русским женским именем От какого Если я говорю Это Просковье Но это не совсем Просковье Пятница например Да Вот известно есть Если вы там От другого То тоже уточните Опять же Если как бы Глубже вглядываться То да Пятница Это день Макоши Был И собственно говоря Вот и поменяли Да И там сразу Качество туда Прилепили Много чего Да ну как Виллиса Власть Ну это все Известно Этих Как бы Достаточно много Материала С разбором этого Выложенной в интернете И так Так что давай Не будем гадать Потому что гадание Это конечно интересное занятие Но эфир у нас идет А время мало Вопросов много Вопрос эфир от Олега Из Иркутска В жизни так бывает Что чувствуешь На уровне подсознания Что имя не подходит Данному человеку Что скажет Сурьяр Про это явление Со стороны родовой мудрости И скажи Влияет ли смена имени По твоему мнению На судьбу человека И на его Осознание себя В жизни В целом Благодарю Ну как сказать Естественно Как бы имена Даваемые родителями Часто они могут Не попадать Ну часто попадают Ну в той или иной степени Опять же Какая-то смысловая составляющая Даже если мы будем разбирать Там греческое Допустим Значение Да Там и Смотреть Соответствует человек К этому или нет Потому что По временам Еще школьным Когда мы изучали Вот эти греческие имена И что они значили Там Александр Андрей Там Алексей И как бы развирали Кто там соответствует Этому имени И кто не соответствует Ну да Когда ты начинаешь Вот его В сознание свое Включать У тебя какие-то Элементы Могут Начать активироваться Ну опять же Почему я говорю Что нам лучше Иметь свои имена И по своим именам Общаться Почему Тогда мы Друг друга Лучше чувствуем Как минимум А во-вторых Я говорю Если ты осознаешь И у тебя пришло Правильное имя Тебя Ты значит Себя чувствуешь Цельным И твое Личное Твое Индивидуальное Обращение К небесам Оно имеет смысл Например Так Вот Обращается Там Какой-нибудь Условно Кирилл Ну Кириллов Там т т т А смотрит С небес А кто ты Такой Кирилл Он говорит Ну просто Кирилл Ну извини Говорит Наверное Мы тебя не знаем В этом плане Я говорю Что имя Изрекается Оно изрекается Перед всеми силами Перед всеми предками Говорит Все Есть От И он встает Проходит круг А круг огня Берет чашу Требную Братину И говорит Аз Есен Тот Имя рек Свое делает Произносит Славлю Богов Родных И предков Славных Вот священная формула Его Которую он Произносит После Самого Обряда Именно Речения И он Уже идет В этом Ключе Поэтому Смена Или Обретение Имени Естественно Меняет Я же Говорю Как уже Говорил В эфире И долю И стезю Хорошо Вопрос эфира От Олега Изяркутска Бывает Что Людей Проклинают Налаживают Своеобразный Негативный Энергетический Штамп На имя Имеют ли Древние Славянские Имена Определенной Степени Защиты От сглаза И других Подобных Магических Действий Благодарю Ну Имена Как бы В этом Плане Почему Я говорю Что Да Есть Практика Тайных И явных Имен Это одно Другое Дело Имя Само По себе Тоже Является Оберегом Потому что Когда ты Говоришь Аз Естьм Тот Обращаясь К богам Родным Ну просто Предкам Славным Вот Оно Сразу В этот Момент Уже Когда ты Его Про себя Даже Произносишь Оно В этот Момент Уже Становится Оберегом Вот А То что Там Что было Еще в вопросе Алексей Ну Ну Само Имя Оно Имеет Какие-то Защиты От Сглаза И других Подохновительных Действий Да Естественно Но Основным Все равно Оберегом Да Является Это Кола Родовичей И Родовой Огонь Это Я вам Говорю Вот Совершенно Четко А Самый Главный Оберег Это Чистые Мысли Доброе Сердце И Открытое Своим Родам И Житие По тем Конам Которые Должны Быть Тебе По Роду Других Оберегов В общем-то Наверное Даже И не надо Если Все Вот Это Сложено Вместе И Если Где-то Там Соринка Какая-то Есть То Естественно Тогда Люди Пытаются Соринку Чем-то Прикрыть Вот Это Надо Понимать В Колу Родовичи Находишься Ты В любом Случа Должен Быть В Поконе Ты Должен Быть Чист Искренен Потому Что Я Говорю Когда Любой Колу Собирается Я говорю Стремитесь К максимальной Искренности Друг С Другом И В этом Только Сила Может Проявиться То Что Ты Сказал Подтверждение Алексей Вопрос В эфир От Виктора Леонидовича По Направлению Внимания Уточнить Хочу Известно На кого Было Направлено Внимание В 1941 1945 Годах Мы На них Обратили Внимание И тогда Победили Их Почему Сейчас Нам Говорят Что Обращение Внимания Силу Отдаешь Или Обращая Внимание Силу Отдаешь Понимаешь Вопрос Ты Там Условно Чинишь Машину Ты Алексей Слышишь Меня Да Слышно Тебе Хорошо Ты Чинишь Машину Ты Фиксируешь На ней Своё Внимание Ну Условно Любое Действие В явном мире Но За Как бы Направление Внимания У тебя Идёт Действие И тогда Нет Разрыва А когда Ты Просто Фиксируешь Не ты Причём А кто-то За тебя Фиксирует Твоё Внимание Действия Твоего Личного В этом Внимании Не возникает Вот Тут и происходит Разрыв И потеря Силы Внимание Это самое Направил Светом Своего Сознания Осветил Но условно Придумал Как открутить Как закрутить И как сделать Систему Да И внимание И силу Ты потратил Но Всё осталось С тобой Потому что Когда ты Закончил Свет Возвращается В большой степени Почему я говорю Всегда Когда вы Закончили Какое-то Дело Остановитесь Осмыслите Его Ещё раз По-быстрому И соберите И опыт И часть Света В обратку Будь здоров Здесь надо Ещё Понимать Что В каком Качестве Вы внимание Своё проявляете Что вы Закладываете В это внимание Если вы Намечаете Если нацелено Ваше внимание На врагов Именно Как на Объект Своей Благородной Мести За их Деяния Или Наказание За их Деяние Что Наверное Более правильно Не месть А деяние Наказание То в этом случае Вы и будете Действовать Так как Должны Проявить себя По нашим Родовым Конам Если же Вы Обращаете Внимание На своих Врагов С точки Зрения Труса То это Другое Если Обращаете Внимание На врагов С точки Зрения Беззащитного Какого-то Существа Который В злобе Весь Исходит И ничего Сделать Не может Что Недалеко От труса Но при этом Вас нет Благородной Ярости По вашим Родам Как Возмездия За дела Их Неправедные Это Другое Поэтому С какой Точки Зрения Вы Обращаете На них Внимание Вот Тут же Самое Главное Что Вы Проявляете А Никуда Вы Проявляете Вот это Очень Важно Поэтому Когда Враги Сожгли Родную Хату Убили Всю Его Семью Солдат На кого Он должен Обращать Внимание Куда Он должен Идти Что Он не Должен Порядок Навести Что А если Он будет Стрелять Не обращая Внимания Во врагов Если Он будет Каким-то Оружием Действовать Не обращая На них Внимания Но Много Ли он Там Порядка Наведет Много Ли он На место Врагов Поставит Вот То же Самое Здесь На свое Действие А не На Как бы Просто Бездействие И как бы Расходование Своего Конечно Но здесь Про другое Шел разговор Что Например Многие Сядут Перед телевизором Там Кто-то Рассказывает Им Про Каких-то Там То Укров То Москалей То Америкозов То Там Евреев То еще Про кого-то И вот Они Исходят В зависимости К кому Они себя Причисляют Они Исходят От Ненависти Чем-то Еще Пена Изо Рта Чуть Ли не Идет Спорят С соседями С родичами Своими Но все Это Может Проходить В обстановке Пивасика К примеру За телевизором Ну И что Вот в данном случае И куда ваша вот эта ненависть Ваш этот гнев Куда он идет Вот в этом случае Вы кормите тех Кого ненавидите В этом случае Вы создаете Прецедент Того Что просто Отдаете Свою энергию Вот эту Бездонную бочку Сами себя ослабеваете И превращаете себя Уж простите меня В идиота Который занимается Абсолютно бесполезным делом Который сам себя Разрушает Своей ненавистью И при этом Кричит о том Что он хочет Там Русь восстановить Славянский мир Восстановить Еще что-то Это глупость Вот об этой глупости Говорили В этом смысле Не обращайте внимания Не тратьте внимания Не тратьте свою энергию Силу на врагов А тратьте ее Заслуженно Правильно Вот о чем шла речь Давай дальше Вопрос эфира От Сергея Искарпат Сурьяр Возможно ли пройти Именно речение Самостоятельно В результате чего Будет известно Одно имя Если да То какое оно может быть В этом случае Тайное или общинное Так Еще начало вопрос Алексей Если не сложно Начало вопроса От Сергея Искарпат Возможно ли пройти Именно речение Самостоятельно В результате чего Будет известно Одно имя Если да То какое оно будет Тайное или общинное Самостоятельно? Ну, тут ключевой вопрос. Самостоятельно. Ну, вы, значит, сами себя назовете любым именем. И хотите, будет оно общинным. Ходите, будет оно тайным. Это тоже ваше решение. Потому что я ничего против не имею, если вы хотите. Просто тут почему я говорю, что самостоятельно это сложно. Как бы правильно пойти. А во-вторых, сам по себе обряд именоречения, последующий после Кресения, это, конечно, совсем другое действие, нежели вы сами для себя будете пытаться обрести какое-то имя. Я ни в коем случае не пытаюсь вас отговорить. Просто я говорю, что это разные бытия. И, как я говорил, что, по сути, сам себя человек видеть может с большим трудом. Даже достаточно сведущий. Алексей? Дальше такой вопрос достаточно интересный. Вот попробую в нем разобраться, то, что называется. Вопрос в эфир от Владимира. Нарек на себя символ Данталеон 71. Дух Гаэтии. Не могу толком расшифровать, знать, но что сопутствует? Ты что, Николин? Ну, почти все. Гаэтии было. Толеон был. Гаэтии. А, Гаэтии. Я думал, Гаэтии. Еще круче. Что, думал, так все просто, что ли, будет? Гаэтии, Гаэтии. Нас тут неплохо кормят. Гаэтии. Это круче. Это же Бобли Хум. Хе-хе. Да. Поэтому я говорю, что имен, наверное, много-много разных можно интересных придумать. Ну, я видел достаточно много людей, которые там сами себя, ну, как сказать, принимали на себя то или иное имя. Ну, как сказать, это в большинстве случаев это желание как-то вот возвыситься, там, придать себе дополнительную важность, там, значимость, что-то такое. В большинстве случаев ни в коем случае не говорю, может быть, это имя, которое сейчас было, но совсем-совсем соответствует. Ну, просто глубинный смысл у меня непонятен, к сожалению. Да, мы с тобой, видать, еще слабовато в этом деле. Мне как-то тоже не пришло в голову. Работать над собой. Да, 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 нам предстоит еще много над собой потрудиться. Так, дальше. Вопрос эфира от Антона. Здравия крепкого. Если нашел рядом славных, но не уверен в главе общины, как с ведущим, то есть не уверен в главе общине как с ведущим, стоит повременить с обрядом или после такого обряда можно повторно пройти, либо лучше повременить и поискать. Благодарю. То есть нашел людей, но в главе общины не уверен. Что делать? Повременить или как? Ну, тут как бы вопрос, он как бы не с подвохом, а с таким, ни в коем случае, ни в... Человеке даже не в самом вопросе имеет в виду, что он такой как бы с завертом, с завертом, не с подвохом, вот правильное слово. С подвы-подвохом. Да, с подвы-подвохом. Потому что, ну, да, человек, может быть, и попадает. Почему я говорю, что имя – это не приговор в данном случае, что если вы считаете, что время пришло и вам надо, ну, может быть, даже если человек там недостаточно сведущий, там, может быть, он попадет. Ну, это как бы примерно как пальцем в небо, такое тоже иногда происходит в правильное состояние. Если после именно речения какие-то там, ну, могут в течение как бы длительного времени какие-то события продолжаться, которые вам явно не нравятся, тогда, ну, скорее всего, это не то. Ну, мерилом в данном случае. И тогда надо поискать, конечно, там, тех, кому проявляет эти большие доверия, ну, и они там каким-то образом смогли там поддержать, подтвердить свою возможность, скажем так. Да, мерилом в данном случае является ваше ощущение. Если вы в чем-то хотя бы не уверены, не надо. Вот просто не надо. И хорошо, если вы пальцем в небо попадете, а не куда-то еще. Дальше, Ингварь. Вопрос в эфир. Обряд именно речения, насколько я знаю, несколько энергозатратен. Сколько человек удается наречь за один раз на праздники, к примеру? Ну, я самое большое, наверное, единоразово нарекал 9 человек. Ну, это так тоже было совсем непросто, прямо скажу. То есть на поток ты встал? Ну, это просто праздник был, меня поставили перед ситуацией, ну, и условно люди приехали специально. Такие братки вылезли, так это, обрез к риску приставили. Пока всех тут не покрестишь, типа, да, мы тебя не отпустим, а попробуй кого-нибудь так назвать. Ладно, я понял тебя. Я думаю, наши радиослушатели тоже поняли. Сергей Сен-Леонидов уточняет. Вопрос в эфир. А на Купалу это где? На реке Руза? Да. Максим, вопрос в эфир. После именно речения поедете... Нет, по идее, по-моему, уже. После именно речения, по идее, отрываешься от христианского эгрегора. Какие могут быть последствия? Ну, вопрос же был уже, такое же последствия будут, если вы их, с одной стороны, ждете и не верите в силу, того, как бы, действия, которое с вами произошло. Почему? Потому что, если я же говорю, обряд идеи достаточно силен и достаточно следующий, значит, он вас, как бы, как я говорю, там, зависит от уровня человека, я говорю, есть возможность приподняться до уровня, там, ну, условно, четвертых небес. То бишь, соприкоснуться в какое-то мгновение с божественным планом, и вы будете там увидены, и в вас возникнет вот это четкое, стойкое ощущение сопричастности. У нас вот есть слово такое, сопричастность. Мы, к сожалению, мало его используем, но надо понимать, в какой он смысл. В какой у него смысл и в чем? Это значит, ты причастен, вот, как бы, совесть, сопричастность это того же уровня. То есть ты получил, как бы, мгновенное осознание того, что ты являешься частью единого целого. Вот. И тогда у тебя никаких вот этих моментов, страхов перед другими эгрегорами, перед другими сущностями, перед тьмой и всего прочего не будет. Алексей? Да, здесь уже мы об этом поговорили, но можно добавить. Да, вот ты сказал, что вот как-то там меняется бизнес. Я-то думал, сейчас бизнес в гору попрет. Дело в том, что иногда ваше земное занятие тем, что называете бизнес, оно противоречит или вашему родовому предназначению, либо противоречит вообще всему земному. То есть бывает бизнес разрушающий. Ну, к примеру, там человек спирт продает, да? И этот спирт, благодаря этому спирту в современных условиях спивается очень много людей. И многие говорят, ну, если я не буду продавать спирт, я и сам не обогачусь, и как бы вот своей семье не помогу. Другие все равно же будут продавать. И вот тут возникает ответ. Вот пускай другие за эти продажи и отвечают. Но есть же множество других занятий, которые могут давать тебе достаток. Зачем ты связываешь свою жизнь и свое будущее и ставишь под удар вообще себя самого, своего высшего и я, тем, кем ты являешься на самом деле, под удар за столь нехорошее деяние? Ведь вполне возможно, что как раз тебе сейчас приходит четкое указание, что надо бы сменить занятия свои, пока не поздно. Иначе ты там уже накормовал по полной программе. Дальше. Вопрос в эфир. Сейчас слышатся люди с такими вопросами. Вопрос в эфир от Пересвета из Одессы. Моей жене приснилась умершая в свое время мать и сказала наши имена. Прошел именно речение, и меня нарекли совсем не таким именем. Собственно, и жену тоже. Кому верить? Благодарю. Подожди. Он просто тут у меня прервалось не секунду. Кое-то имя было произнесено или что? Значит, моей жене приснилась умершая в свое время мать и сказала наши имена. И потом, когда именно речения проходили, люди получили, и он, и супруга получили совершенно другие имена. Вопрос, а кому верить? Как говорил Мюллер, никому верить нельзя. Мне можно. Говори. Я, наверное, скажу так же по-своему. Ну, вопрос такой, что умершая мать, это, ну как сказать, мы можем сказать, что да, это мать, а можем сказать, это нечто другое с одной стороны. А с другой стороны, да, часто, что из главного мира какие-то сведения от родственников приходят достаточно четкие. Ну, тут вопрос, тут он такой двоякий. Либо, может быть, человек не сумел или не смог увидеть, если это имя. Либо, опять же, информация была не совсем правильно понята, принята. Сложно мне отсудить. Я как бы ни за ту, ни за другую сторону не скажу, что это там стопроцентная гарантия. Алексей Тарасов, добрый вечер, всем здравия, вопрос в эфир. Сурияр, а можно приехать к вам на Купалу? Как с вами связаться, поскольку волей судьбы живу рядом? Ну, это в интернете, я же сказал, группа там вот ВКонтакте, Купала Москва, там 2016, и там, в принципе, все должно быть написано, как приехать, как это все. Я Гриша задает вопрос. А имя Сара может быть славянским? Ну, у нас же есть, например, Саратов, Саранск, Сарафан. Тоже образованные из них? Ну, как бы... Сара, да. Не, ну, если как бы так, без смеха посмотреть, там, откуда взялся, говорит, как он у них, бум-бум, Абрам, да? Абрам, он же. Он вышел из Ура-Алдейского. Вот так там написано. Ур-Алдейский. Это, собственно говоря, одна из арийских и месопотамских пересечений племен. Но слово Ур, оно четко совершенно, как бы, арийского происхождения. Поэтому, какие имена и с какими, как бы, составляющими, смысловыми перешли, мы можем, конечно, и так, и так копаться. Ну, просто, я думаю, это сейчас не нужно. У нас есть имена, которые работают, безусловно. И там семантика и составляющая их, смысловая сегодняшняя, она нам, понятно, достаточно четкая. Да, здесь надо помнить о том, кто изначально был на этой земле. И кому она передавалась во владение и сбережение, то есть, как хозяевам. И надо понимать, что все другие и иные народы, когда приходили, они так или иначе, что-либо брали от хозяев. Названия брали, имена брали, слова какие-то брали, формы, обороты. Да много что брали. Но здесь однозначно нельзя говорить, что именно все вот стопроцентно слова выходят только от наших предков. Естественно, что с собой какие-то народы что-то приносили. Естественно, что с собой у них был какой-то лексический запас, словарный запас, ну, не знаю, там еще что-то. Вот, то, что им ближе генетически. И само собой надо учитывать, что в чистом виде многие слова, они не могли прижиться в этом народе. Ну, потому что вот генетика не предусмотрена произнесение каких-то звуков. Порядок построения из слов фразы, например, тоже некоторым народам не даются. Вот нам кое-что трудно произнести от, например, людей, живущих на юго-востоке от нас. А им что-то очень трудно произнести то, что у нас. И то же самое у западных ребят. У странных гражданин разное. Да, поэтому это надо все учитывать. Но очень многое было принято, переработано. И уже после этой переработки они стали говорить, что это ихняя. Ну, соглашаться, не соглашаться с этим, да, наверное, сейчас об этом даже и речь не идет. Давайте согласимся, что это стало ихнее, но в том виде, как они уже переработали. А вот то, что наше, давайте не будем отдавать. Наше есть наше. Вот давайте за наше будем стоять до конца и возвращать истинную правду. А то, что там уже как-то переработано, ну, это как в анекдоте про мартышку, который три раза ел банан. Нам это не надо. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Нет, это уже было. Вопрос в эфир от Сергея из Карпат. Задался вопросом узнать, кто... Я спрашивал сам у себя в результате... Кто я? Спрашивал сам у себя. В результате в одном из странных состояний мне пришел ответ в виде имени. Таких имен ранее я не слыхал и не слыхивал. В общем, я не сам решил себя назвать именем. Оно просто появилось. Вот и вопрос в том, каким является полученное имя. Тайным или общинным? Ну, в данном случае, если вы это имя принимаете, и доверяете, безусловно, источнику, потому что, как я неоднократно говорил, и даже сегодня, в сегодняшней беседе касался, что источников информации, скажем так, вне нас очень много. И как бы часть из этих источников пытается нас пользоваться точно так же, давая какие-то сведения, давая что-то еще. Поэтому, если вы доверяете, безусловно, этому источнику, то это, да, скорее всего, тайные ваши имя. Хорошо. Ну, вот со всеми вопросами мы разобрались. Время уже три часа прошло. Давай будем заключать наш сегодняшний эфир, завершать его. Что-нибудь говори, доброе, светлое, вечное. Как всегда, да. Поддерживайте наш радио. Безусловно, я говорю, как всегда говорил на полном серьезе, что до той поры, пока мы не научимся отвечать за свою жизнь, в общем-то, наша жизнь не наладится. Отвечать за свою жизнь, это значит найти способы, возможности и правильные делания для того, чтобы держать свою поляну. А поляна заключается не только в том, что это та земля, по которой мы ходим, но это наше миропонимание, это возможность держания наших мыслеформ, следования нашему миропониманию. И, соответственно, как я говорил, и всегда с определенной долей восхищения, что хорошо есть, когда есть такие люди, как Алексей, и достаточно большое количество подвижников. Просто поймите, все, кто сидит у мониторов, слушает в наушниках или без, то, что мы говорим, что от вас, в общем-то, тоже требуется, потому что, говорит, мы никому ничего не должны. Да нет, у нас любого из нас, если ты проявлен в этом мире, уже есть долженствование, как минимум, перед своим родом. А твой род, он входит в большой народ. И для того, чтобы твой род или твоя семья, и ты сам мог выживать, и должен заботиться о целом народе. То есть каждый из нас должен свою толику, свою лепту, свое доброе делание для своего народа в том или ином виде делать. И, по сути, в этом и заключается, что мы отговорение переходим к правильному деланию. То есть мы стараемся, каждый из нас старается созидать свою явь. свою явь. Явь нашу родовую. Поэтому иногда поднимайте свои мягкие места от стульев и думайте что-нибудь полезное. Где-то деньгами, где-то добрым словом, где-то добрым делом. Но по мере своей старайтесь участвовать. Тогда вы, каждый из вас и каждый из нас будет сообщать, созидать и наполнять наши небеса и нашу землю и строить правильный ход для наших родов. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Благодарение родов всем. Благодарю. Да, здесь, в общем-то, наверное, в такой виртуальной пока форме у нас идет настраивание на общинный уклад жизни. А в общине известно, что помимо того, что все занимались общим каким-то трудом, полезным для всех, было еще и некое разделение. Были разные люди, разные человеки, которые занимались чем-то. Кто-то учил, кто-то рассказывал, кто-то зачем-то следил, кто-то что-то руками делал, кто-то что-то сберегал, кто-то зачем-то ухаживал. То есть у каждого были свои какие-то предназначения. И некоторые предназначения, некоторые, то, что сейчас называется профессиями, то, что в общинах назначались, они были мироедческими. То есть не то, что это плохое слово «мироед», а то, что мир кормил этих людей, Потому что понимали, что без них никак Но вот так случилось, что этот человек Исполняя свои обязанности От утра и до ночи Не может возделать свой огород Не может идти на поля И свой трудодень, в кавычках условно Трудодень назовем, отрабатывать Чтобы потом чем-то было Семью прокормить Он занимался, например, воспитанием детей Или проводил какие-то обряды Или растолковывал что-либо Да мало ли чем занимался Вот это были как раз те самые мироеды Их, естественно, было не 100% в общине Иначе община не существовала Это был какой-то мизер, небольшое количество людей Но община их всегда поддерживала В складчинную общину строила дома для этих человеков Строила, закупала или изготавливала Необходимо инвентарь Какие-то инструменты Что-то еще, что-то еще, что-то еще То же самое были, например, общинные кузнецы Строилась кузня Делались инструменты Кузнец он же сам не пашет, не сеет Он днем и ночью Ну, естественно, с отдыхом Занимается тем, что производит То, благодаря чему община будет жить И вот это все надо понимать Поэтому, если вы говорите о том Что пора возвращаться к нашей общинной Исконной образности бытия То в этом случае тогда уже сейчас И есть возможность Уже в наше время Каким-то образом, так или иначе Эту исконность начинать созидать Начинать поддерживать И тем самым будет происходить расширение Потому что мысль материальна Вот это очень важно А вообще сейчас я хочу Это и есть возможность Направить свой свет Свою жизненную силу На общее Вот здесь оно не пропадет А вообще сейчас я нахожусь В такой интересной ситуации Когда обезьяны Когда предложили поделиться Зверям на мудрых и красивых Обезьяны там Говорят, что же мне разорваться, что ли Туда и туда сразу пойти Вот уже на купальские дни У меня три приглашения в разные места Я не знаю, как мне быть У меня там и в центральный И на север И на другое еще место Вот не знаю, что мне делать Как мне быть И там, и там интересно И там, и там, и то важно все Разорваться придется На тысячу маленьких медвежат Ну что ж Напоминаю, что сегодня у нас По одному из современных календарей 19 мая 2016 года Четверг По одному из старинных календарей 38 день месяца пассивного речения 7 524 лет Это Четверик Мы говорили в эфире Про обряд имен речения Мне кажется, вполне очень подробненько Это все дело обсудили И на вопросы поотвечали Очень интересно и хорошо Главный соведущий Сурьяр За что ему низкий поклон Очень все, на мой взгляд, красиво рассказал Как там пел Высоцкий И так хорошо там рассказал Да, красиво, да Что я чуть было не попал Там чьи-то лапы Вот Да О нашем радиослушателям Вообще нижайший поклон Потому что такие интересные Содержательные вопросы были Что просто, ну, на заглядение Вот И мне остается только вам пожелать добра Сказать, что с вами была Народная славянская Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok